Чёрное зеркало И я, её ведущий, Евгений Киселёв. Вместе со мной программу ведёт, как всегда, Алексей Лихман, ведущий подробности. А редакция подробностей эту программу делает. Мы все вместе. Здесь у нас, как всегда, в студии, я смотрю, ещё не все подошли наши гости. Есть пустые места. Но уже здесь есть и народные депутаты, и журналисты, и политологи. Ну а начну мы вот, пожалуй, с чего. На этой неделе пройден очередной символический рубеж. На этой неделе 100 дней, как работает нынешнее правительство Украины, нынешний кабинет министров. Ну и это всегда время подведения каких-то первых предварительных итогов. И буквально через несколько дней, другая важная дата, дата печальная. 18 марта, ровно год, как Россия отняла у Украины Крым. Ровно год с момента аннексии Крыма. И об этом мы тоже сегодня поговорим. И вот, кстати, по поводу Крыма мы провели голосование на нашем сайте. Я очень попрошу сейчас режиссёров показать результаты этого самого голосования. Мы задали вопрос, который, наверное, сейчас задают большинство людей. Как вернуть Крым в Украину? Или как вернуть Украине Крым? Ну и вот смотрите сами на результаты голосования. Меньше всего надежд на какие-то судебные процедуры, имеется в виду международные суды, арбитражи, на международное сообщество. Судя по всему, самый маловероятный путь борьбы за возврат Крыма. Немного людей верят в то, что Крым можно отвоевать, взять назад силы оружия. Больше всего говорят, что сначала нужно вернуть Донбасс, а потом поговорим о том, как вернуть в Украину Крым. И всё-таки большинство людей стоят на той точке зрения, что самый эффективный путь возврата Крыма – это привлечь Крым назад реформами. Понятное дело, речь об успешных реформах. Показать крымчанам пример того, как может быть успешна Украина. Но вот тут и возникает самый главный вопрос. А можем ли мы говорить и по истечении 13 почти месяцев после Майдана, и по истечении 100 дней работы нового правительства, о том, ну, есть ли надежда в обозримом будущем, что действительно Украина станет в результате реформ столь успешной, что Крым сам попросится обратно. Ну вот, здесь у нас молодой народный депутат от партии Блок Петра Порошенко, Егор Фирсов. Вот вам, как представителю, сказать, партии власти, вам слово. Ну, здесь сложно вообще отдавать какие-то такие широкомасштабные оценки. Стоит начать, наверное, с конкретной оценки работы правительства и сказать о том, что, наверное, впервые среди такого политикума и истории современной Украины правительству и президенту и парламенту удалось сохранить единство. Мы помним, как единства не было в 2004 году, когда каждый из, скажем так, ветвей власти перекладывала друг на друга ответственность, президент перекладывал на правительство, правительство на президента, и, по сути, мы не видели того единого фронта, единого пути в развитии Украины. Здесь нужно сказать, что за 100 дней правительства, правительству удалось более-менее стабилизировать и сохранить те государственные гарантии, которые планировались выплачиваться. То есть сейчас, по сути, никто не может сказать, что там существенная есть задержка в пенсиях, существенная задержка есть в государственных зарплатах. Начата реформа в налоговой сфере. Правительству и парламенту в этом отношении удалось сократить из 23 налогов до 7. Единственное, что хочу сказать, я сейчас... Но при этом бизнес... Да, я сейчас общаюсь с предпринимателями, и никто не скажет, что бизнес сейчас ушел в тенденцию. Но тут нужно сказать, что это первые 100 дней. Вторые 100 дней должны начаться с того, что мы должны дать бизнесу стимул. Некоторые отрасля бизнеса мы вообще должны отпустить и забрать совершенно все налоговые нагрузки, потому что сейчас бизнес есть некоторый, едва рентабельный. И это нужно понимать. Нет, но я вот об этом и говорю, что давя, чем мы здесь в этой же студии подробнее говорили об этой налоговой составляющей реформы, очень многие твердили, послушайте, воем воет этот самый малый, средний бизнес, что вот эти 9 налогов вместо 22 оказались значительно более тяжелым прессом. Я хочу сказать, что это по сути понимает весь парламент, группа УДАР, блок Петра Порошенко, я думаю, понимает сейчас все практически политики в этом отношении, что нам сейчас нужно давать в этом отношении стимул, и мы будем заниматься, и парламент, и правительство, следующие 100 дней это работает. Здесь нужно сказать, если можно, я закончу, да? Да, только коротко, чтобы на всех времени хватило. Да, здесь нужно сказать, что есть ряд положительных тенденций и в реформе военной. Вы знаете, что рекордное количество бюджетных средств было выделено именно на военную отрасль. Около 90 миллиардов гривен, да? И здесь очень важно, здесь очень важно, чтобы правительство, парламент и президент работали синхронно. Самое главное, что сейчас такая тенденция есть, я уверен, что она продолжится. Хорошо, пожалуйста, Михаил Голоско, народный депутат от свободы. Пожалуйста, вам слово. Вы хотели что-то... Доброго вечера. В студии я бы хотел сказать, что не все так доброе, как рассказывает мой коллега, на самом деле, есть. И это может в каждой из Украины переконаться лично, потому что мы видим, что происходит в стране, какие сейчас цены, как выручить цены на пельне, на продукты, на леки, а также заработные платы, пенсии не индексованы, остались на том же размере. Все мы с вами сбеднили порядка в 8 разов, не меньше эксперты подраховывают. Это и с падением курса национальной гривны, это обезцинение нашей валюты, это с дорожчанием всех цен. Это очень тяжело сейчас жить. Плюс это коммунальные услуги, которые подорожали на 285%. Там в 7 раз газ, электроэнергия и так далее. Люди сейчас жахаются, думают, как они живут. И тех 100 дней уряду, про которых извинято в премьер-министр и уряд, великое расчарование. Великое расчарование в том, что все те тези, которые были озвучены перед Майданом, и на Майдане, в том числе Яценюком, и все эти гасла с революцией гидности, сегодня они не реализованы. И мы видим, что, возможно, так как революция гидности сливается прямым текстом, а за то, что люди боролися, этого ничего нет. Обещали бороться с великим бизнесом, с олігархами, заборонить вывезение денег в офшори, ничего кроку не сделали. В предыдущем исключении, я и співавтор, и наша фракция «Всюфринская Бедная Субода» зарееструвала закон про заборону вывезения денег в офшори и повернение их сюда. Тогда мы не проголосовали, потому что у нас не было большинства, потому что большинство было партии регионов. Но в новом парламенте уже 4 месяца, который работает, наш закон снова зареестрован, и его снова не хочет голосовать. Почему вопрос? И, конечно же, возникает много вопросов до уряда за тих 100 дней, что нет мети бороться с теневыми границами. Митница, схемы остаются те самые. Официально даже глава Назбанка заявляет, что порядка 6 миллиардов теневых схем на митнице, которые перетекают наш кордон, в том числе экспорт нафти, безакцизные и так далее. Вывозятся деньги за кордон порядка 12 миллиардов, за этот год выраховали. И, то есть, процессы, люди видят, что ничего не изменилось. А как вывозят в таком количестве? Чемоданами, что ли? А весь тягар переклад на простых украинцев. Коллегами говорят за реформы, за объединение податков. А я вам хочу сказать, что никакого скорочения податков не произошло. А произошло банальное объединение, укрепление их. То есть, из 24 до 9. Но плюс мы добавили еще новые податки. Давайте говорить честно, который парламент, который этот кодекс, теперь собирают податки из простых украинцев за житло. Потому что люди не зарабатывают на своих квартирах. В том числе, сравнили, сравнили всех. Как житло в Конче-Заспе, одною ценою, так же будь-якое житло в будь-якому селі украинской державы. Несправедливо. Тому ми пропонували податок на розкіш. Прогресивная школа податкувания. Великий бизнес, великі податки, малый бизнес, малые податки. Таким чином, малому бизнесу би дали можливість дыхнуть и стати на ноги. На жаль, этого ничего не сделали. И эти наши поправки, я так же, как член податкового комитета, пропонувавців, жодна поправка не пройшла. Знову бачимо банальне лоббіювання олігархів і великого бізнесу. Пожалуйста, Алексей Рябчин, ви що скажете? Це ще один народний депутат, хто не знає. Що вам сказали? Вначале потрібно статково. А, секундочку. О, простите. Да, благодарю. Вначале був опрос, що делать с Кримом, і там був вариант отвоєвати на чередний бас. Я не хотів би сравнивати один бас с Кримом, ну, буквально, ми опоздали на передачу с Константином, тому що только що ми приїхали з митинга, я знаю, що там камера Інтера була, і транслировали на Майдане. Була годовщина событий 13-го числа, коли фактически для мене і началась війна, с тех пор, коли погиб первый чоловік на Донбассі, с Димом Чернявським, якраз по братиму Свобода, після чого було дуже багажерство, і них Чернявському дали герой України, Владимиру Баку, депутат Баткевиччина, тож дали герой України. І це був митинг к реквіям, які зараз тут, дончані, вулганчані і крымчані в тому числе, які говорили, ми хочемо дому, і, мені кажучи, це тож потрібно ми спомнити. Але люди, які погибли, не зря вони погибли. Якщо дивитися на результаты того, що з тих пор сделано в країні, ті переміни, ради яких люди відходили на площадь, извините мене. Це дуже глибокий філософський вопрос. Мені кажучи, це відповідно, який даст історія. Але я і мої колеги, ми делаємо все для того, щоб ці люди погибли не зря. І я знаю, що вони в пам'яти, в серцях кожного із нас. І що касаємо економічної ситуації, я хочу сказати, що нам потрібно нове качество парламентаризма, нове качество роботи Верховної Ради, правительства і президента. Під новим качеством я розуміваю, в першу чергу, відповідно, відповідно, відповідно відповідно. Ми ще коснемся. Просто хотів би предоставити представітелю оппозиційного блоку, тут все представители сил, входящих в коаліцію. Давайте чуть подумаємо, послухаємо представітелю оппозиційного блоку. Ваше представлення ось, що сделано, що не сделано за 100 дні. Добрый вечір. Много можна говорити сложних терминів, багато можна знаходить объяснений всіму. Але очевидно одне, що люди знаходяться вже на грани вживання. На багато товарів ціни повсялися більш ніж на 100%. Коммунальні тарифи сокращені пенсії. І ситуація не улучшається, ситуація катастрофічна. Це відповідно в тому числі не тільки благодаря тем проблемам, які є в центрі. Це Кабінет Министрів, це Верховна Рада. Але і благодаря тому, що цілі регіони України на сьогоднішній момент просто віддані на розграблення кримінальним групіровкам. Наприклад, Дніпропетровська область, яку я дуже добре знаю. До війни це було 20% промисленного производства України, кількіше підприємання. Зараз це до 30%, тому що багато підприємання на Донбасі стоять. Губернатор області Ігор Валерьевич Коломойський, к сожалению, основну частину проводить за границей, чи в Києві. А область отдана на розграблення рейдерам і рекетирам, во главі з замом губернатора Корваном. Которі відчувають свою абсолютну безнаказанність і займаються тем, чим должна займатися банка. Ну, наприклад? Це рейдерствам, наприклад. Нескільки сількохозяйських підприємань просто украдено. Там, елеватори, там, елеватор Інгулецький. Я вже не говорю про одеський нефтеперероботочний завод, це рейд, про який говорила вся Україна. Схеми простейші, це просто із каблука вирізається печать, поставили печать на фиктивному договорі купли-продажи, регистратор там у них свій, зразу перерегістрував предприємання і те свої охранні структури, які вони інтегрували в батальйони і в правий сектор, просто действують під їх вив-вивізкою, вламуються на предприємання, захватують, грабять і так далі. Дошло вже до того, що вони займаються рейдерством на уровні местних органів власі. Так, тож, в останні 2 недели Україна і Дніпропетровсь, в частності, точно говорить о тому, що для того, щоб змінити власть, в городі Дніпропетровське, був украден прямо в зданий облгосадминистрації руководитель юридического департамента Дніпропетровського горсовета Величко, которого вызвали на встречу с Корбаном. Секундочку, ми, в принципі, хотіли поговорити сегодня об цьому, але немного позже, можливо, стоїть зараз об цьому. Да, да, якраз, раз уж ми заговорили о Величко, то я просто хочу сказати, об цьому вже був сюжет сегодня в подробностях, і подробності, якби, проанонсували, то, що ми об цьому тож сьогодні поговоримо. Раз уж речі об цьому зашла, я хотів би просто показати сейчас фрагмент пленки, який зараз вже виложено, гуляє в інтернете, де сам господин Величко розповідає о тому, що з ним случилось. Так, не будемо пересказывати за нього, послушаємо просто. Мене похитили по приказу замістителя губернатора Днепропетровської області Геннадія Корбана. І я 9 днів знаходився між жизнью і смертью на базі правого сектора, яке расположено в селе Песке Донецькій області. По сути, на базі правого сектора бесчинствують люди Коломойського. Все це время мене заставляли написати какую-либо негативну інформацію на исполняючого об'язанності городського голови секретаря Днепропетровського городського совета Максима Романенка. После пережитого ужаса я опасаюсь за свою жизнь. Ісключительно под гарантией Генерального прокурора України я готов в рамках закона дать показания против Корбана. І якщо Генеральна прокуратура не остановит Геннадія Корбана, то він уб'єт мене і уб'єт членів моєї сім'ї. І до тех пор, поки Корбан знаходиться на свободі і представляє інтереси обласної власні, ні єдиний житель Днепропетровської області не може бути в безпеці. Це я почувствував на себе лично. Я вкратце могу рассказати информацию о моєму похищенні і прошу считати данне заявлення настоящеими моими показаниями. А раніе поданне мною заявлення о явці с повинною, таким, що дано под давлением і не соответствуючим действітельностям. Так, 25 февраля 2015 року на мій мобільний телефон позвонили з первої приємної губернатора Днепропетровської області. І женський голос мені сказав, що я должен прибыти в 13.30 первому замістителю губернатора Днепропетровської області Геннадію Корбан, по вопросу, який буде озвучен на місці. В указанне время я прибув в здание облгосадміністрації. Сотрудники милиції пропустили мене в приємну губернатора, которая расположена на седьмому етаже. Коли я поднялся в приємну, ко мене вийшов советник губернатора Днепропетровської області Салкач Алексей Федорович, который сказав, що в данний момент Корбан занят, і тому я должен пройти с ним в його кабінет. В кабінеті Салкача ми знаходились около 15-20 минут. Коли туди позвонили з первої приємної губернатора області і сказали, щоб Салкач вместе со мной подіймався к Корбану. Коли ми вошли в кабінет Корбана, ми знаходились там буквально 2-3 минуты. Все це время він задававав мені вопрос, зв'язаний з коммунальною собістністю. Коли я відповідав на цей вопрос, він сказав, що я можу бути свободен і уходить. Я с радістю покинулся його кабінет, я услышав фразу, коли він мені сказав, що ну давай, пока, наверное, більше не відбуваємся. Данну інформацію я пропустив без каких-либо опасений для себе. Коли я виходив з здання Днепропетровської облгосадминістрації, я увидел, що на виїзді з території админістрації возле шлагбаума с левой сторони стоїть два транспортних средства. Один черний автомобіль марки Митсубиші Л-200, другий белий микроавтобус. Подходя к цим автомобілям, я увидел, як вибіжало порядка 10 людей в камуфляжной і черной формі, які підбіжали ко мене, заломали мені руки за спину, забрали мій мобільний телефон, погрузили мене в цей микроавтобус, вивезли з території облгосадминістрації і повернули направо по вулиці Комсомольська. Поскольку я ориентируюсь в городі Днепропетровське, то ми проїхали два светофора, на которых делали непродовжительні остановки, повернули налево, і так як не пересекали трамвайні путя, які проходять по проспекту Карла Марса, а зробили ще раз поворот налево, то я делаю вивід, що мене привезли на вулицю Мечникова. Там мені наділи поліетиленовий пакет на голову, зв'язали руки моїм жеремнем і спустили в подвал якого-то поміщення. В цьому підвалі не зіскільки чоловік потребували от мене, щоб я ще раз дал письменну інформацію негативного характеру на исполнявшій об'язанності Днепропетровського городського голови Максима Романенка, інакше угрожали мене фізичній розправою і лишенням життя, в тому числе с применением огнестрельного оружія. І я сказав, що я таку інформацію надати не можу, тому що я не не розполагаю. Після цього мені сказали, що я дозволювати Романенку Максиму і сказати, щоб він подав в відставку. Інакше для мене закінчиться все це дело плохо. Після того, як я принял їх услові і сказав, що це все буду робити і виконувати, мені принесли мобільний телефон старого образця, кнопочный, небольшого размера, який я ощутил на ощупь, з якого прозвучав голос Геннадія Корбана, який мені сказав, щоб я все це запомнил і передав от нього привет Романенку. Переспросив ще раз, поняв ли я все, і повторив фразу, щоб я передав привет от нього Максиму Романенку. Після чого телефон у мене забрали. Через некоторое время мені принесли ще раз мобільний телефон старого образця, кнопочный, з якого я услышав гудки, і через два гудка мені відповідав Максим Романенка, котрому я передав требування Геннадія Корбана, а именно тому, щоб він подав в відставку, інакше, в связи з моїм похищенням, інакше, якщо він не виконує їх требування, то для мене закінчиться все це дело плохо. Після чого мені забрали цей телефон. Діде під утро, так як було дуже холодно, мені погрузили в какое-то неизвісне транспортне средство і вивезли в неизвісном направлении. Їхали ми дуже довго, як впоследствии я узнал, мені привезли на базу правого сектора, яке расположено в селе Песке Донецькій області. На цей базі бесчинствують люди Коломонського, під вивіскою охранних фірм, які прикриваються правым сектором. Там же спустили мені в подвал, в сырій подвал, без якого відсуттували окна. Була одна металлическая дверь, і круглосуточно грел свет з лампочками. Там же несколько человек начали с мене ще раз требувати, щоб я написав негативну інформацію на исполняючий обязанності городського голови города Дніпропетровська, Максима Романенко, угрожая мені физическим насилием і примененням холодного оружія. І якщо я не виконую їх требування, то вони будуть, прострелять мене колено, отрежуть палец, зроблять із мене інвалида. А позже потом поїдуть резати мою сем'ю на ремні. І коли це будуть робити, мені дадуть мобильний телефон, в який я буду слышати, як членів моєї сім'и будуть резати на куски. Я согласився виконувати їх требування, після чого через нескільки днів я привезли в какое-то неизвестне поміщення, де я встретив неизвестного мені чоловіка в камуфляжной формі і балаклаві, без кіх-либо опознавательних знаків, який мені сказав, що у мене є варіант «ВЫЖИТЬ І ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ». А именно, переписати текст, который он мені даст, напечатанний на трех страницах, собственноручно, після чого його продублувати на видеокамеру. Впоследстві я согласився выполнить його требування. Он мені дал три листа формата А4, на которых був напечатан текст. С текста этого заявлення я увидел, що це моє заявлення о явці з повиннення, адресованне прокурору Днепропетровській області, в якому зложена різна інформація, а також фамилии, імена людей, більшію частиць которых я не знаю, ніколи о них не слухав і с ними не встречався. Точно така ж відносительна інформація. Я выполнил требування цього чоловіка, перенаписав указанне заявлення, собственноручно, зробив видеозапись цього заявлення. Інакше шансів вжиття у мене і у членів сімі моїх не було, і другого шансу спасти членів своєї сімі, а именно жену і двоих маленьких дітей, реально я не мог. После цього мене погрузили в транспортне средство неизвестне, одели шапку на голову, завязали глаза скотчем, щоб я нічого не бувидел, і під дулами автомата витолкали з подвала в машину. При цьому підчеркнули, що я в заявлении должен написати і озвучити на видеокамеру, що своє похищення я організував самостоятельно. І повторити це неоднократно. Після того, як я випалювався їх требування, мене вивезли в неизвестному направліні, як впоследстві, коли мене привезли. Розвішення я увидел, що мене привезли к зданню новомосковської прокуратурі, куди я зашов і подав своє заявлення. Не випалити їх требування я не мог, так як б сильно переживав за членів своєї сім'ї і за себе. І другого способа спастись я не був. На сьогоднішній день я вынужден после выхода з прокуратуры, я вырвався із лап этих боєвиків і вынужден був покинуть територію України. Після чого я і члени моєї сім'ї ми знаходимося на сьогоднішній день в безпецісті. І готові зробити це заявлення. О чому хочу сказати. І якщо ми не остановимо Корбана, на сьогоднішній день, генеральний прокурат, то цей був буде продовжуватися далі. Я не хочу терпеть і не можу цей був, який твориться не тільки в Днепропетровській області, а й кругом. І заявляю всім, що якщо не остановити те методи, котрими на сьогоднішній день захватывається власть в Днепропетровській області, Корбаном і його командою, то такі ж методи будуть применяться вплоть до Києва. Дякую за перегляд! Я нахожусь в безопасному місці. Ви же понимаєте, що целью безопасності своєї і своєї сім'ї я не можу сказати конкретно, де я нахожусь. Хорошо, це ваше право. Правильно ли ми поняли, що этим своєм обращенням ви обращаєтесь в Генеральній прокуратурі с требованням возбудити уголовне дело? Совершенно правильно. А готовы ли ви к тому, правильно ли ми поняли, що все ж ви дали ці видеообіяснення, які від вас требували, і готовы ли ви к тому, що завтра противна сторона опублікує совершенно другие слова, сказані вами же? Конечно, готовы. вони це і зробили. Ну і, можливо, пока ще це риторичний вопрос. К яким ви видите исход цього дела? Веріте ли ви сами в то, що це закінчиться положительно для вас? Я не знаю. Хочу верити і надеюсь, що це все закінчиться положительно для мене, але, честно говоря, я не знаю с учетом той ситуации, яка сложилась не тільки со мной, але і в целом в Днепропетровській області. О результаті не можу даже конкретно вам сказати то, що я чувствую после того, що я пережив. Хорошо, Александр, спасибо. Це був Александр Величко, тот человек, який, в общем-то, сьогодні обвинил руководство Днепропетровської області. Детективна історія. Історія детективна, і я думаю, я надеюсь, що якщо хтось нас смотрит сейчас із сотрудників, із руководителів Генеральній прокуратурі, то ми готовы выслушать точку зрення правоохранительних органів. Ми будемо зв'язуватися з Генпрокуратурою по телефону раз. Якщо кто-то из представителей Генпрокуратуры готов приехати к нам в студию до конца программы, це как минимум до безчетверти одиннадцять, как минимум, то рады будем здесь видеть выслушать точку зрення правоохранительних органів по поводу есть ли уже уголовне расследование по поводу этого эпизода, нет ли, почему до сих пор не возбуждено уголовне дело, будет ли оно возбуждено и так далее и тому подобное. Я прошу моих редакторов, которые меня сейчас наверняка слышат, давайте будем пробовать дозвониться в Генпрокуратуру. Вы что-то хотели добавить, Александр Юрьевич? Мы должны понимать одно, что в Днепропетровской области на сегодня создана такая криминальная вводчина, в которой все подчиняются данной группировке. И местные и правоохранители, и прокурорская система, они носят мундиры украинские, и флаг украинский, конечно, но, к сожалению, у меня очень спорный вопрос, выполняют ли они команды генерального прокурора и выполняют ли команды своих министров из Киева. Они выполняют команды, те, которые их там ставят. Часть людей они просто назначили туда всеми правдами и неправдами. Часть людей просто запугали. И я сейчас, пользуясь случаем, в том числе, хотел бы обратиться ко всем работникам правоохранительных органов. Не фальсифицируйте, пожалуйста, уголовные дела. Не избивайте людей, выбивая показания в тюрьмах. То есть не делайте противоправные нарушения. Вы же знаете, что это все плохо закончится. Когда этих людей, которые стоят во главе этого, или посадят, или они сбегут, вас на свой самолет они не возьмут. И вам придется отвечать в итоге по закону. Не нарушайте закон. По Конституции Украины вы можете не выполнять заведомо преступные приказы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, пожалуйста, Вадим Карасёв, пожалуйста, вы хотите как-то прокомментировать то, что увидели, услышали? Конечно, да. Только не криминальную часть, а все-таки политическую часть. Ну, разумеется, вы же политолог, а не криминалист. Слава Богу. Вот в чем проблема. Если у нас будет постоянное рейдерство, если у нас будет государство феодального типа, если у нас не будет у государства монополии на силу, а эта монополия на силу, что, в общем-то, и есть основной критерий государственности, будет размыто разными силовыми группами, официальными, полулегальными или легальными, никаких реформ не будет. Потому что если постоянная угроза есть для рейдерства и перераспределения собственности, какой же собственник сюда придет? Кто будет вкладывать инвестиции? Сокращай налоги, не сокращай, 25 их делай, 9 делай. Просто собственности не будет. Люди будут выводить все активы за рубеж в безопасную гавань, в безопасное место. Потому что перераспределения собственности, судов нет, общего правового пространства, получается, тоже нет. Потому что это же не только в Днепропетровской области, это более выпукло. Так, а если посмотреть на другие области, там тоже свои есть, князьки, свои феодалы, может быть и не в таком форме, так сказать, брутальной происходит вот то, что происходит в Днепропетровской области. Поэтому реформы, это всегда реформы власти и реформы собственности. Поэтому вот эта сторона экономическая, без реформ собственности, без укрепления права собственности, без судов, которые будут гарантировать право собственности, реформ не будет. Не будет экономического роста. А без экономического роста никакие реформы не имеют смысла. С другой стороны, если не будет реформ во власти, тоже не будет реформ. Почему? Потому что если государство слабое, фрагментированное, безвольное, тоже реформ не будет. Тоже реформ не будет. Вот мы говорим об опыте польских реформ. А почему этот опыт более-менее успешен? Потому что это были не только реформы Шоковая терапия Больцеровича. Это была административно-территориальная реформа. Раз. Сильные громады формировались снизу. Общины и так далее. Это два. Согласно администрации реформы. Далее. Государство понимало четко, где оно будет через 10, 15, 20 лет. Оно будет в Европейском Союзе, в НАТО и так далее. То есть курс был. Дальше. Политическая система была прозрачна. Партии были. Партии меняли друг у друга у руля, у власти. И продолжали общий курс. И, кстати говоря, бывшие коммунисты, левые, Квасневские, больше сделали для евро. В Украине тоже было много партий, которые меняли друг у друга у власти. Я спрошу, какие это партии? Ну, какие это партии? Это что, партии? Прозрачное финансирование этих партий и так далее. Вот говорил представитель Батерщины о том, что качество парламента должно быть другим. Совершенно согласен. Качество управления в стране должно быть другим. Может, для этого парламент надо поменять? Нет, для этого да. Надо поменять избирательную систему. Его только недавно меняли. Вот вы только поменяли. Нет, 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 нет. Дело не в этом. Лёш, 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 правильно. Нет, дело не в том, что придут новые. Надо поменять избирательную систему. Реформа избирательной системы – это реформа партии. Если будут открытые списки, конкуренция в округах, система многомандатных округов, там, пять мандатов разыгрываются в одном округе, тогда партии заинтересованы в том, чтобы людей на местах искать, чтобы они конкурировали между собой. Это же совсем другой процесс. И тогда получается… Секундочку, секундочку. Я вас послушал, представителя свободы, согласен с вами совсем. Дайте мне это сказать. И тогда у нас будет система работать позитивных лифтов. А у нас же работает система негативных лифтов. Выносит наверх, извините меня. Я никого не хочу здесь зарабить. Вы самые достойные люди. Но много же среди депутатского корпуса. Извините, и мусор. И мусора много. Далее, завершая. Поэтому правительству, да, оно что-то пытается делать, старается делать, но оно не может удержать ситуацию под контролем. Экономика коллапсирует, как и, собственно, государство коллапсирует сегодня. А почему? Потому что, опять-таки, как это правительство лепили? Министр энергетики от одной бизнес-группы, министр агропромышленного комплекса от другой бизнес-группы, министр финансов от, так сказать, Вашингтонского или там МНРФовского обкома и так далее, и так далее. Команды нету. Нету первого вице-премьера по реформам. Скажите мне, есть какой-нибудь в Украине знаковая фамилия... Говорят, что появится. Говорят, что появится. Я не думаю, что это будет уровень Бальцеровича или на худой конец Гайдара. Вот мы не любим Россию. Но Гайдар умер уже, к сожалению. К сожалению. А там все-таки Гайдар был. А почему в Украине нет таких людей? Вадим Юрьевич, Вы мне обещали дело на себя натянуть. Ну, а мы просто не договаривались. Да. Хорошо. Мы садим Вам слово обязательно. Дмитрий Колесников просто. Я обещал. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, студия, телезрители. Я бы хотел все-таки вернуться к ролику, который мы только что посмотрели. Коль скоро у нас с Вами диалог, я вот хочу сказать уважаемому коллеге о том, что вот это и есть показатель, вот это и есть ответ на начало нашего разговора. Вот это и есть экономическое, социальное чудо. Это и есть парламентское чудо, которое продемонстрировало теперешнюю младь. Кому говорите? Я сейчас говорю с коллегой, который говорил о том, что у нас с социальными программами все хорошо. Просто, наверное... Я дарил выплаты. Вовремя социальные выплаты сделал. Да, но вы посмотрите на уровень жизни наших пенсионеров, тогда он станет все понятно. Мы же не об этом говорим. Уважаемые коллеги, я хочу акцентировать внимание на том, что наше государство в последнее время стало страной без юрисдикции, без закона. Мы переходим от промышленного рейдерства к политическому рейдерству, к социальному рейдерству. И это нужно прекращать. Нельзя превращать нашу страну в страну с развитой махновщиной. Мы должны навести порядок, мы должны соблюдать законы. Абсолютно правильно. И я тоже обращаюсь и к милиции, и к прокуратуре. Уважаемые коллеги, нельзя так. Нельзя ставить интересы промышленной группы выше социальных вопросов. Во-первых, мы говорили в отношении стадней работы правительства. Во-вторых, я вас не перебивал. Уважаемый коллега, вы меня перебивали. Так вот, мы должны сейчас говорить не о стадней. Я здесь сделаю несколько штрихов. Во-первых, я думаю, что мы должны выслушать и в третью сторону в этом, скажем так, конфликте. Не только генпрокуратуру, а и Геннадия Корбана, и Коломойского в этом отношении. Во-вторых, нужно сказать, что я сейчас совершенно никого не защищаю. Хочу сказать, что я часто бываю в Донецкой области, в Днепропетровской области. В Днепропетровской области область прифронтовая. И там достаточно сформировалось широкое гражданское общество. И там, на самом деле, и Корбана и Коломойска очень сильно поддерживают в этом отношении. Это к тому, чтобы вы не демонизировали Днепропетровскую область. Там сформировались батальоны. Там не дали разрастись сепаратистским движениям. И, по сути, область удержали. А в отношении, кстати, Александра Вилкула, ну, кто бы вот говорил, на самом деле, о рейдерских захватах, как не вы. Мне вообще кажется, что вы бороду отрастили, чтобы вас на улице не побили, понимаете? Конкретизируйте. Конкретизируйте. Ну, хорошо. Я готов по Донецкой области дать вам больше ста предпринимателей там, где был отжат бизнес у донецких предпринимателей. Вашим же режимом, партией регионов, Виктором Януковичем. Поэтому побойтесь Бога, когда вы говорите о рейдерских атаках. Ответьте, Оксан Юрьевич. Значит, насчет Донецкой области, вы, наверное, задаете этот вопрос кому-нибудь другому. Может, там люди компетентные будут. Нет, вы из Днепропетровска. Точно не менее. Я из города Днепропетровска, да. Следующее. В городе Днепропетровске я жил, живу и буду жить в Днепропетровской области. И не боитесь там жить теперь? Значит, выборы. Борода. Выборы. Две тысячи. Выборы 2014 года мы там выиграли, тотально выиграли. Начиная от списочных выборов, больше 25%, заканчивая мажоритарными выборами на очень многих округах. И люди поддерживают нас и как раз очень хорошо понимают, что там происходит. Как охранные структуры, интегрированные в эти батальоны, интегрированные в правый сектор и просто работают под их вывеской. А вот этот псевдопатриотический имидж, про который вы говорите, этих бандитов, создан просто каналом один плюс один. Кому люди, не более того. Только в этот округ, в шесть сельских округов никто не мог войти. А вы ее называете псевдопатриотами? И плюс помогает медикаментами и продуктами питания, лагерям, где беженцы и госпитали. Более 500 тонн продуктов и медикаментов. Поверьте, это огромные деньги и не только мои, но и многих друзей, которые вокруг меня объединились. Зайдите на сайт, вы просто не владеете ситуацией. Следующее, боюсь я или нет? Боюсь я или нет? Отвечаю на вопрос. Я очень хорошо и понимаю, с кем мы имеем дело. Поэтому у этих людей такой сложный трудовой путь. У них был корпоративный конфликт за Озерку 10 лет назад. Несколько трупов во главе с Максимом Курочкиным. К сожалению, у господина Кормана погибли два партнера. Славик Брагинский и Аксель Рот совсем недавно. То есть там как бы я очень хорошо понимаю, с кем мы имеем дело. Но я хочу сказать, что я в здравой уме, в трезвой памяти. У меня хорошее здоровье. Я не собираюсь никуда уезжать, пропадать. Не хочу заканчивать жизнь самому. А городу просто так отпустили. Собираюсь жить и работать и побеждать на выборах в Днепропетровской области. И люди нас поддерживают так. Спасибо. Уже задние выборы были, уже поддержали. Ни слова не говорил сегодня еще один народный депутат. Он представляет депутатскую группу «Воля народа». Александр, вы что можете сказать? Ваши ощущения от 100 дней работы правительства? У нас сегодня правительство, возглавляемое Яценюком Арсением Петровичем, это прежде всего, что он озвучивает. Он на сегодняшний день занимается своей популяцией. Вы же сами смотрите, как он пришел к власти. Для него раньше была Юлия Тимошенко, идолом, на которую он молился. И говорил, вот мы все боремся за нее, за ее освобождение. Как только она вышла из тюрьмы, ему это стало невыгодно. Он через нее переступил. Занялся тем, что начал разваливать Батькевщину. И сегодня борется за то, чтобы выкинуть партию Батькевщины из коалиции. Что он сегодня, какие у него лозунги? Я борюсь с коррупцией. Как он борется с коррупцией, мы все видим. Сегодня все финансовые потоки, все идут только через Яценюка. Все государственные предприятия работают только под его контролем. Мы только слышим о коррупционных скандалах на таможне. Мы только слышим о коррупционных скандалах налоговая, там, где все, как говорится, сидят его смотрящие, типа Хоменко и так далее. Мы слышим о коррупционных скандалах на Укрзалезнице. Мы все знаем тоже, кто контролирует эту структуру, откуда наличными деньгами выносят миллионы. Мы слышим о коррупционных скандалах в Укргаздобыче, где сажают директора. И где все эти скандалы? Ничего не происходит, правильно? То есть, я так понимаю, там сверяют кассу. Сажают? Сажают же. Никого не сажают. Все это злаживают, сверяют кассу. Если все сходится, все это сходит с рук. Поэтому, премьер-министру, надо заниматься сегодня не своей популяцией, а заниматься действительно коррупцией и экономикой страны. Подождите, ну, Александр, а вас кто-нибудь может упрекнуть, например, в том, что вот вы тут внесли законопроект такой громкий, можно сказать, скандальный. Давайте я вам расскажу. По поводу национализации Приватбанка тоже кто-нибудь скажет, а вы это делаете для того, чтобы вас популяризировать. Я не занимаюсь популяризацией, я хочу привлечь внимание правительства с финансовой ситуацией сегодня в Приватбанке. Что на сегодня представляет Приватбанк? Приватбанк это в первую очередь сегодня самый крупный банк по числу вкладчиков. Около 5 миллионов. Приватбанк сегодня имеет кредиторов порядка 160 миллиардов. За прошлый год Приватбанк получил рефинансирование порядка 20 миллиардов гривен. Это мы говорим, допустим, что мы сегодня поправкой бюджет сняли с пенсионеров 3,5 миллиарда. У него один же? Ну, какая разница. Сегодня, смотрите, банки ложатся каждую неделю, не получая рефинансирования. А Приватбанк на сегодняшний день является оружием, которое можно шантажировать правительство. Вот вы представляете, сделают что-нибудь не так собственникам Приватбанка. Они говорят, мы сейчас положим Приватбанк. Так, возможно? На сегодняшний день правительство, которое дает такие деньги, а дают они порядка 2 миллиардов каждый месяц, должны хотя бы как-то контролировать, куда они дают свои деньги. Хотя бы там ввести какую-то временную администрацию или какой-то наблюдательный совет или контроль от правительства. Потому что сегодня те деньги, которые идут на рефинансирование, большей частью уходят на офшорные компании через подставных лиц. И никто ничего не знает. Приватбанк на что? Какие он залоги выставляет на то, чтобы получить рефинансирование? Свою недвижимость и свои активы в Крыму, которые уже ничего не стоят. Правильно? Приватбанк должен был за прошлый год внести в основной капитал порядка 10 миллиардов. Он не внес. И все это сходит. И смотрите, собственники Приватбанка положили компанию Аэросвит, искусственно обанкротивая. Все это знают. Ну, это давно было, слушайте. Ну, какая разница. Сегодняшнее заявление собственника Приватбанка по дивидендам Укрнефти. Сегодня задолженность бюджета Укрнефти составляет порядка 5 миллиардов. То есть, они сказали, мы платить не будем, мы не платим ни налоги, ни дивиденды. Хорошо, понятно, Алексей, я хочу сказать... Нет, я просто хочу сказать, вот сегодня, смотрите, я вот как бизнесмен, допустим, я сегодня не заплатил налоги, да? Вот, допустим, как газодобывающая компания. Ко мне пришла налоговая инспекция, опечатала мне товар, выставила мне счет и еще насчитала мне 10% штрафных санкций. Сегодня это может правительство делать так с Приватбанком? Нет, конечно, и собственниками. Простите, господа депутаты, просто в режиме блиц, если можно. Вот вы поддержите такой законопроект о национализации Приватбанка? Конечно, не поддержу. Почему? Я вообще считаю эту идею достаточно бредовой. Объясню почему. Потому что национализация... Почему, во-первых, Приватбанк? Почему там не какие-то другие банки, во-первых? Во-вторых, надо четко отследить, что когда-то из рук государства перешло в частные руки, с какими нарушениями, и проводить соответствующую национализацию, забирать у них. Это, кстати, туда бы вопрос ближе к Вилкулу, потому что ряд предприятий, которые приватизировал Ахметов во время преступного режима Януковича, нужно как раз... Вы, кстати, можете в парламенте такую комиссию сделать, отслеживать эти все вопросы, давать правовую оценку, и уже в таком случае проводить национализацию. Понятно ваша позиция. Вы что скажете, Михаил? Только очень коротко, очень коротко, по сути. Поддержите, не поддержите? Я хочу сказать, что закон про национализацию, который мы зареєстрували в том, что я автором, что в минулому скликанье, 45-50, парламент не ухвалил. В этом законе была суть описа тех объектов и государственных властей, которые принадлежат национализации. В первую очередь, это стратегические объекты, которые были незаконно вкраденны и незаконно приватизированы. Мы говорим за это, и, конечно, это не закон про национализацию. Я уважно читал пана Александра законопроект, я вважаю, что это закон, который относится к выкупу приватбанку, державою. Адже в этом законе чётко прописано, что властнику компенсируется вартность активных банков. А в активных банках сегодня приватбанку порядка 204 миллиарда гривен. Где эти деньги мы возьмем в бюджет, я себе не уявляю. Так само, и, понимаете, плюс, еще 160 миллиардов кредиторов, которым нужно тоже вернуть их кредиты. Это порядка 360 миллиардов гривен, которых в бюджете немало. То есть, это нереально, что надо сделать. Вы что скажете? Ну, что я могу сказать? Я не знаком с законопроектом, поэтому комментировать, не читая, это было бы, наверное, некорректно. Но то, что я хочу сказать, что люди, сведущие в банковском бизнесе, прекрасно понимают то состояние приватбанка, в котором он находится. Возможно, этим законом господин Коломойский еще и будет рад, что он избавится от приватбанка как актива. А второе, Верховная Рада недавно приняла замечательный закон об усилении ответственности директоров и владельцев банка. В том числе собственным имуществом, домами, квартирами. И если там есть какие-то нарушения, я думаю, давайте, вот этот вот закон, он будет действовать. Инструменты существуют уже при этой Верховной Раде. Понятно, спасибо. И вам последнее слово. Я на самом деле не очень хорошо отношусь ни к национализации, ни к приватизации. Это всегда плохо насчет инвестиционного климата. Но, например, компания Укрнафта. Украинская нефть из украинской скважины качается по украинской трубе, продается на украинских заправках. При этом цена привязывается к курсу, бензин продается там 27, 28, дизельное топливо и так далее. Все, себестоимость украинская, цена в долларах. Сверх дивиденды получает тот же гражданин Коломосский, который является собственником Приватбанка. Почему? Наверное, потому что патриот большой, как сказал мой коллега. Почему бы не национализировать с выплатой денег, с компенсацией? Государственные частные пакеты в Укрнафте. Это очень выгодно. Это украинская монополия. В том числе, если говорить про банки, если деньги выводятся просто через рефинансирование на офшорные компании. Это тоже очень большой вопрос и к прокуратуре, и к милиции, и к СБУ. Боже мой, вполне верно. Господа, я прошу прощения. Есть важная информация, извините. У нас опять, оказывается, Алексей, вы в курсе или нет? Нам только что передали информацию, наши коллеги, что опять началась история с активным глушением телеканала Интер. То есть опять где-то работает, что называется, неопознанный летающий объект, неопознанная спутниковая тарелка, которая просто посылает нелегально сигнал на спутник, где транслируется телеканал Интер и вырубает сразу во многих городах Украины. Я хочу напомнить, что эту историю уже полгода, с периодичностью раз в несколько месяцев начинаются вот такие вот атаки на вещание информационной службы нашего канала. Вот у нас есть на сцене график, вывели наши режиссеры, они показывают наглядно, как изменяется доля телесмотрения приблизительно после 21. Сегодня нас не видели в Киеве на Харьковском массиве выясняется. Это картина по Харьковской области, Одесской и Черновецкой. Как минимум. Сейчас мы имеем картины вот по этим другим регионам. То, что мы имеем, я напомню, у нас здесь был руководитель СБУ Валентин Леваченко, он говорил, что это дело расследуется, обещал разобраться, найти виновных. Ну, опять-таки, обращаемся к правоохранительным органам, прежде всего к Генпрокуратуру, прежде всего СБУ, это как бы их сфера, это не Министерство внутренних дел, это прокуратура, это СБУ, это Укрчатокнадзор. И это, наверное, Министерство информационной политики, господин Стец, пожалуйста, разберитесь, что же за бардак такой происходит, извините за грубое слово. Продолжим в следующей части после рекламы. Спасибо, друзья, за аплодисменты. Сегодня мы продолжаем очередной выпуск программы «Черное зеркало». Мы начали эту программу, вспомнив о том, что на минувшей неделе наступила важная дата, можно сказать, символический рубеж, 100 дней с момента формирования нового правительства, время, когда мы подводим первые предварительные итоги работы нового кабинета министров, а через несколько дней, 18 марта, другая печальная дата, ровно год с того момента, как Россия аннексировала Крым. У нас здесь в студии произошла частичная смена состава, присоединились некоторые новые гости, депутаты Верховной Рады, еще к нам пришел Антон Герасченко, народный депутат от Народного фронта, помощник, советник, точнее, министр внутренних дел Арсена Авакова. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Вот, знаете, о чем хотел с вами поговорить, поделиться некоторыми своими впечатлениями. Вот, буквально сегодня долго разговаривал с одним иностранным, высокопоставленным дипломатом, работающим в Киеве, который здесь представляет одну из ведущих держав Евросоюза, державу, которая, скажем так, активнее многих поддерживает Украину на международной арене. И вот в этом разговоре, знаете ли, прозвучала все-таки некая тревожная нота со стороны моего собеседника. Он говорил о том, что есть на Западе копящееся ощущение того, что все-таки реформы пробуксовывают, что правительство не дает тех результатов, которых ждали от него на Западе. Вот, я хотел бы обратиться, здесь у нас присутствует Олег Волошин, он эксперт как раз по делам международного. Вот скажите, Олег, на ваш взгляд, вот такие настроения, они, их можно назвать мейнстримом сейчас? Или это, как бы, такое отдельное частное мнение, частная точка зрения? Не, ну, то, что тема глубочайшего экономического кризиса в Украине сегодня фактически затмила даже тему войны в мировых СМИ, ну, войны в Украине, я имею в виду, в контексте Украины, это факт, но, к минимуму, они идут параллельно. То есть, сегодня все больше появляется статей в ведущих изданиях, там, New York Times, Ekonos и так далее, где говорится, Украина на грани экономического краха, Украина на грани дефолта. То есть, если раньше речь шла только об агрессии России, то сегодня, ну, на западной элиты четко дается сигнал, что западные элиты понимают, что помогать там оружием, еще чем-то возникает вопрос, кому? Выдержит ли, ну, то есть, защищать от России страну, которая завтра обанкротится, защищать от России страну, которая развалится в силу внутренних причин, защищать от России страну, которая неэффективна по своей сути, а не потому, что Путин напал. Вот эта дискуссия сегодня, она все более разворачивается, и это очень опасная для Украины дискуссия, потому что там, ну, там, фейл стоит, в конце старшего государства еще не звучит, но то, что, например, вот буквально последняя статья в New York Times, опять колонка в New York Times, на тему того, что, вот смотрите, Украина там в полушаге от дефолта. МВФ помогает, но они, правда, сами себя тоже критикуют, конечно, что мы недостаточно помогаем, мы недостаточно им даем денег, мы недостаточно поддержим, но и четко указывают, коррупция на месте, государственное управление неэффективно. Вот эти вот, то, что мы обсуждали в предыдущем блоке, никто не восторгит, то, что есть вооруженная часть людей, которые никому не подчиняются, которые там вот кого-то похитить, кому-то не пустить куда-то там конвой, что-то еще сделать. Что-то хорошее есть? Или только плохое? Ну, а хорошего пока сегодня, это, кстати, то, что сказал Евгений Алексеевич, я тоже общался с одним депутатом. Ну, а не то, что сепаратисты сейчас локализованы там, где они есть, например, и не в Харькове, и не в Одессе. Покажите, не я же пишу эти статьи, покажите мне статью, где написано, Украина это новый инвестиционный рай для европейских инвесторов, или Украина это страна, которая шокировала нас своим ростом, или Украина это страна, которая потрясла... Вы можете мне привести пример страны, которая воюет, у которой война с огромной мощной противенью, которая показывала темпы экономического роста? Нет, слушайте, это вообще не аргумент. Не, может, интересно, я, может, не знаю. Вы скажете, Грузии, например, было пять лет с 2003 года, у Советника Министра, Советника Сахашвили подскажет. Грузия, между прочим, за войну ее тоже тогда никто не хвалил, потому что они считали там на Западе, что кроме вины Путина там была и, собственно, грузинская часть. Но за реформы это абсолютно очевидно, мы все по этому говорим. Смотрите, в Грузии проведены реформы. Так, в Грузии было пять лет перед войной с Россией. Ну, Антон, если же напиши, наверное, в Коми, ну, премьер Игра, я могу сказать, что это очень дороже. Давайте, я хотел бы взять слово, сказать, знаете, я вот хочу сказать, что если у нас общество будет постоянно вгоняться в пессимизм подобного рода выступлениями, то нам не то, что в Европу, нам точно надо, так сказать, взять лопатку, зарыться и ползти на кладбище. Вы уже получали платежку за тарифы или еще не получали? Это первое. Второе. Я хочу сказать, что у нас есть очень позитивный момент за последний месяц. У нас, наконец-то, в Украине начал проявляться принцип неотвратимости наказания. Именно поэтому самоубийство регионалов стало понятным, потому что люди поняли, что теперь за нарушение закона будут наказывать. Так застрелился Пиклушенко, которому готовился приговор за разгон Евромайдана в Запорожье, когда десятки людей стали инвалидами. Так выбросился из окна Чечетов, которому предъявили обвинение. Он понял, что в этот раз он уже не отбрехается к 2005 году, не отмажут. Так произошло с мэром Мелитополя Вальтером, которому прокуратура предложила 14 лет тюрьмы за грабеж предпринимателей председателю местной партии региона. Очень жаль, что отсюда ушел господин Вилкин, понимаете? Я вот сюда ехал, хотел два вопроса задать вины. Поэтому первое. В Украине началась ответственность должностных лиц, чиновников за те преступления, которые они начали делать. И это из факта. Дело прокурора... Анастасия, 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 который вымогал у человека 100 тысяч долларов. На прошлой неделе взят за 50 тысяч долларов взятки прокурора, одной из прокуратур города Киева. Процесс очищения власти идет, процесс иллюстрации власти идет. Мы за год, и у нас не было армии год назад, мы за год создали эту армию, которая уже способна хотя бы защищаться и, так сказать, отстаивать территорию Украины. Ничего этого не было. Давайте по этому говорить как есть. Мы создали в этом году бюджет для армии, для того, чтобы ее укрепить. И тем не менее, несмотря на все прости Путина, мы защищаем. Себя вы убедили. Вы убедите людей. Антон, а почему раскрываются только дела о взятках на десятки тысяч долларов, а о миллионных взятках у них нет? Ну потому что дело известного регионала Юрия Бойко о вышках Бойко за неделю до победы Майдана было вывезено в Крым. Кем было вывезено? Сейчас устанавливается. Мы его заново раскроем и заведем. Много других таких дел ведется. А также я хочу на полный главный главный. А уважаемые господа регионалы, если здесь есть, сколько судей было притянуто к уголовной ответственности во время работы предыдущей Верховной Рады, вашей Верховной Рады? Одного судью Волкова лишили судейства и то европейские суды. У вас в зале было 100 человек. Это факт. Позор для Украины. Мы сейчас за последний месяц привлекли к ответственности 7 или 8 судей. Будем привлекать еще. И будем снимать непрекостоянность депутатов, которые нарушают закон. Поэтому не надо рассказывать, что все очень плохо. Вы просто давите судебную систему под себя. Выстраиваете диктатуру. Еще приписываете, что это большая заслуга нынешней власти. Ну о чем вы говорите? Вы расскажите о том, что вы для людей сделали. Пойдите с людьми, пообщайтесь на улице. И пусть они вам расскажут, как они выживают в нынешней ситуации. Это вы случайно говорите не о тех ли порядка двух тысяч людей, которые сегодня собрали по 150 гривен обещанных и дороздали 100. Вы не о них случайно говорите? Которые сегодня гуляли по заранее готовой машинке. Я говорю о 40 миллионах украинцев, которые живут в нашей стране. Давайте не подменять фейковые протесты, фейковые манифестации. Они довольны, они самоутверждают результат. О чем вы говорите? Если позволите, я хотел бы поддержать своего коллегу по парламенту Антона. Не нужно звучать краски до такой степени. На самом деле и Генеральная прокуратура, и Министерство внутренних дел, и экономическим блоком правительства некоторые вещи делаются. Но другое дело, достаточно ли они после 20-летних ожиданий? Я думаю, что украинский народ за 20 лет заслужил просто революционную экономическую реформу. И главная реформа должна заключаться в том, что мы должны вспомнить генезис слова реформа. Это не поменять обои в квартире. Это изменение формы, реформа. То есть это должно значить, что за реформы в стране должны начать платить кто? Олигархи. Они простые люди за счет их тарифов, не индексированных пенсий и зарплат. Когда они за границей бедности, за границей физиологической бедности и нищеты. 30 долларов человек не может прожить. Нельзя так тренировать украинский народ в течение последних 20 лет. Я Арсению Петровичу на 100-дневный, а на самом деле 400-дневный срок его управления страной, это уже более чем год, приготовил подарок и сегодня его зарегистрировал в Верховном Совете Украины. Суть подарка следующая. Знаете, когда простой обычный человек приходит на работу, и он делает что-то не так в течение недели, его просто выкидывают из рабочего места, его выгоняют. Вместе с тем, премьер-министр Украины с командой, которая приходит, получает на год после утверждения программы экономических реформ, программы реформ правительства, фактически неприкасаемость. И мы не можем снять его с должности, так устроен украинский регламент в Верховном Совете. Дальше нужно 150 подписей, чтобы начать процедуру выражения недоверия. Я внес изменения в закон, и я буду просить парламент, чтобы его проголосовали и уравняли премьер-министра Украины самым простым человеком. Если он не выполняет... Буквально одну... 10 секунд. Если он не отвечает ожиданиям людей в масштабе реформ, если он не является Конрадом Аденауэром, если он не является Ли Куанью украинским, который провели реформу в своих странах, если он не реформатор того масштаба, который нам нужен в нашей стране, мы должны выбросить... А который реформатор того масштаба, который нужен в нашей стране? Я убежден, что прежде всего нужно говорить не о фамилиях, а нужно говорить о изменении системы. Я начал писать новую украинскую конституцию, где вообще не будет института премьер-министра, где будет депутатов не 450, а 150 максимум, где будет отзыв народных депутатов, и где будет возможность избирать генерального прокурора украинским народом, чтобы он не был должен за свою должность ни президенту, ни фракциям, ни премьерам, никому. АПЛОДИСМЕНТЫ Я прошу прощения. И последнее. Это антиолигархическая конституция. Пока мы не наступим тяжелой ногой на горло украинским олигархам, украинским бандитам от экономики, мы никогда не начнем реформы в стране. Я хотел бы сказать, как человек, который также общается с международными дипломатами, и только что недавно вернулся с двух парламентских поездок в Великобританию и Швецию, что у наших западных партнеров есть абсолютно четкое понимание, что такое Украина, что такое украинские институции и как они работают. От нас никто не ожидает, что мы завтра взяли и изменились, как нам бы хотелось действительно. Но все прекрасно понимают, что степ-бай-степ мы идем в том направлении, в котором мы и должны идти. Но также я, например, не согласен с Антоном, при том, что есть у правительства действительно хорошие вещи, которые нужно поддержать. От нас уже устали слышать, что у нас война. Война нам не мешает бороться с коррупцией, война нам не мешает делать реформы. И давайте риторику войны не использовать. Да, война это очень тяжело, и я с вами прекрасно понимаю, знаю, насколько это много отравляет ресурсов. Но нам не мешает это бороться с той же самой коррупцией на таможне. Война нам не мешает. Астана, вы просили слово. Спасибо большое. Я хотела сказать, что в принципе, мы сейчас обсуждаем 100 дней правительства. Про год Еценюка можно говорить долго, много. И в принципе и про год, и про 100 дней лучше всего скажут жители Украины, граждане Украины, которые год назад имели одни условия, сегодня имеют другие условия. На завтра ждут третьих, потому что с ужасом ждут тех тарифов, которые будут, которые связаны с ценой на газ, которая сегодня есть в Украине. Но я опять же хочу сказать то, о чем сегодня говорили первые выступающие в нашей части. Европа, мир в первую очередь, сегодня говорят о коррупции, о проблемах внутри, но не говорят о войне. И мне кажется, сегодня, вот для меня это был самый позитивный сигнал, который был сказан. Сегодня, на самом деле, вот это перемирие, которого достигли и президенты, и правительства, и все международные организации, это вот сейчас самое главное. Главное сейчас, чтобы это перемирие все-таки довести и дожать до мира. Это номер раз. А дальше я хочу сказать именно о тех 100 днях, о которых мы сегодня говорим. Плохого я слышала, пока первая часть была, было очень много. Я хочу сказать о другом. Почему появилось новое правительство? Потому что нам надо было переизбрать парламент, потому что предыдущий парламент не хотел делать реформ. И мы 8 месяцев ждали реформ в следующем парламенте. Есть новый парламент, есть новое коалиционное соглашение. Выполнило ли его за предыдущие 100 дней правительство? К моему большому сожалению, в большей части нет. Да, антикоррупционная часть практически вся принята, скоро будет антикоррупционное бюро, да сбоку оно начнет работать. Но не проведена судебная реформа, та, которая должна была быть проведена, по крайней мере, в законодательном уровне, в течение 100 дней. Тот проект, который мы приняли в парламенте, был внесен президентом, но не правительством, хотя на самом деле блок есть в правительстве достаточный. Для меня самый большой минус, который прошел за эти 100 дней, это то, что мы абсолютно не то, что не выполнили коалиционное соглашение в экономическом блоке, мы налоговую систему изменили вопреки коалиционному соглашению. И я могу сейчас перечислять, и мои коллеги, те пункты, которые в налоговой системе не соответствуют коалиционному соглашению, но я хочу сказать о тех позитивах, главном позитиве, который дали нам 100 дней нового правительства. Если раньше общество ждало нового парламента и нового правительства, то сейчас все общественные инициативы, эксперты, общественные разного уровня организации сплотились над тем, что нам надо готовить реформы всем вместе. И никто не ждет теперь, что это должно делать только правительство. Вот есть абсолютная уверенность сейчас в обществе, что мы будем эти реформы делать вместе. И я абсолютно уверена, что мы их будем делать. Нам нужно не потерять тенции. Мы будем делать тенции. Действительно, сейчас у нас на волонтеров, на общественников, на профессиональных соглашениях держится очень много. Нам нужно их поддержать и все вместе сплотиться вокруг них. Я прошу прощения. Еще одна тема, которую мы сегодня обещали обсудить подробно, это тема Крыма. Год с тех трагических дней в прошлом году, когда шла аннексия, которая окончательно состоялась 18 марта. Вот мы задавали вопрос, как вернуть Крым. Почему мы говорим сегодня еще и о реформах, и об их продуктивности, потому что большинство людей, отвечая на вопрос, как вернуть Крым, считают, что самым эффективным способом возврата Крыма будут успешные реформы? А что не только? Не только. Когда мы не будем переходить грань между правосудием и местью, когда мы сохраним демократические права и свободы здесь, в стране, потому что Украина... Обеспечим закон. Да, обеспечим. Когда мы обеспечим здесь правопорядок. Понимаете, я поддерживаю, что нужно, чтобы нет вратимости наказания. Но иногда мне вкладывается впечатление, что вот эта грань между правосудием и местью иногда мы нарушаем. И если у нас будут самоубийства дальше идти, я не думаю, что это хороший сигнал. Не для наших партнеров на Западе, не для крымчан и так далее. Нужно все делать в рамках процедуры. Дальше. Если мы будем избирать прокуроров всем сходом, всем народом, тоже толку не будет. Прокурор должен подчиняться закону. Вот в чем проблема Украины. Не в людях, а в праве. В конце концов, что такое Европейский... Что такое европейская государственность? Это правовая государственность. Когда из господства право, будет все. И собственность, и справедливость, и правосудие, и нормальный прокурор будет, и прокуратура, и так далее. И судьи будут нормальные. И не нужно будет за ними охотиться, сажать, пересажать и так далее. Вот нам что нужно. И тогда мы Крым вернем. А мы его вернем. Пожалуйста, Рифат Чубарев, ваш ответ на вопрос. Я, власне, готовился именно на эту тему, что до речницы окупации Крыма. И очень просил бы своих коллег, что можно там 3-4 минуты, мне просто не заважать. Я просто в шоке от того, как у нас началась эта дискуссия. Я не звук в таких ситуациях, чтобы повышать голос. Вот, смотрите, рік тому, 14 лютого 2014 года, это была пятница. Ну, за их правилами, перед последний день, перед Днем Тиши. 14-го, когда люди могли публично высловить свою позицию, что до того, что происходило в Крыму. 50 тысяч кримских татар. 14-го лютого, рік тому, разом со своими сусидами, россиянами, украинцами, они вышли по всех дорогах Крыму. 14-го березня, вибудьте, 14-го березня. Они протестовали против того, что происходило. Но уже в Крыму по всех дорогах, это уже были войска, техника, уже был перекрытый Перешиев, Перековский и так далее. Я хочу, чтобы, когда мы тут говорим про все, я не буду давать оценки. Можно говорить про все, что за угодно, и 23 лет, что не было прокурора, там и иначе. Давайте говорить про то, как мы сейчас выйдем из этой ситуации. Как на меня, три фактора, не только экономика, не нужно обману, три фактора, я в этом уверен. Первый, это подальше посиление санкций международных против России. Первый фактор, это подальше послабление России. Для того, чтобы нам добиться того подвищения, посиления санкций, нам нужно очень четко улавливать сигналы. Я не согласен с тем, что на Западе думают про то, как опростоволосится российское, то края будет банкротом, и они там не так все спрощены. Мне кажется, что очень четкий сигнал такой. Они говорят в Украине, дайте нам шанс допомогти вам и себе. Запад уже четко понимает, что загроза идет ему тоже. Так, они хотят украинцами защитить свои интересы, но что-то совпадает с нашими интересами. Отже, посиление санкций, поэтому тут нужно прибрать, я не защищаю уряд, но прибрать такие противоречия, нам нужно прибрать их. Действительно, война идет. Это первый. Другий фактор, это наша оборонная способность. Зброя. Летальная, удосконаленная зброя. Мы должны воювать намного лучше, чем сегодня мы это делаем. И третий, так, это экономика, право, правосудие. Вот эти три фактора нам дадут Крым. Повернение Крыму. Эти три фактора дадут мир и спокойствие в Донбассе и Луганске. Вот на это мы должны обратиться. Я прошу прощения. Сейчас у нас еще один гость, но он на связи по теле мосту из Москвы. Я прошу любить и жаловать. Это Айдер Муджабаев, заместитель главного редактора газеты МК, одной из самых ветеражных газет России, сам крымский татарин. Айдер, добрый вечер. Вот скажите, какой ваш ответ на вопрос? Как вернуть Крым Украине? Ну, я думаю, что вообще дальнейшая судьба Крыма, она связана исключительно с тем, что будет происходить внутри самой России. Понимаете? И предсказать тут ничего невозможно. Мы можем как угодно рассуждать об этом, хотеть этого или не хотеть. Но эта ситуация, которая будет решаться, зависит полностью от того, что будет происходить внутри российской политики. Будет ли она меняться, смягчаться или наоборот ужесточаться по отношению к остальному миру, к Западу. Но, правда, и чего нам ждать? И должна ли что-то делать Украина или просто ждать воли Рока и наблюдать за ситуацией? Тогда ваш ответ на ваш же собственный вопрос. Как будет развиваться, на ваш взгляд, ситуация в России? В сторону смягчения или в сторону ужесточения? Вы понимаете, Евгений, сейчас вот сегодня был такой сигнал интересный, когда закрыли уголовное дело против женщины, которые обвинили в шпионаже в пользу Украины. Вы слышали об этом, да? Ну да, разумеется, вы имеете в виду... Да, 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 мать семерых детей. Да. Да. Ну и как вы считываете, как вы прочитываете этот сигнал? Ну, некоторые считают, что это смягчение такой позиции по отношению к врагам, как бы, да? Потому что у нас риторика такая, что кругом враги. Запад враг, Украина враг, фашисты и так далее. Значит, все враги. Но в то же время Надежда Савченко остается в темнице. Айдер Бейн, но сегодня в Симферополе ранним утром два журналиста, госпожа Кокорина и госпожа Андреевская, но Андреевская в Киеве, но к ее родителям, а Кокорину увели в ФСБ. Шесть часов допроса. То есть, я не думаю, что один штрих, когда, ну, просто они исправляют ошибку массивных детей, как бы, да, это не есть явление какое-то, то, что происходит в России. Айдер, это Рифат Чубарев говорит. Я как раз, Рифат, Рифат Ага, да, я узнал. Я хотел просто сказать именно вот то, что вы сказали, что вряд ли этот сигнал что-то серьезное означает. Понимаете, российская политика очень закрыта. И вы знаете, Артема Чигоза, моего заместителя, ломают за стенках ФСБ и идут репрессии против других членов Межлиста. Ну, то есть, в Крыму, я только что вернулся из Крыма, неделю назад, даже меньше. Я могу сказать, что, конечно, в Крыму ситуация гораздо хуже с правами человека, чем в России. И режим там гораздо жестче, конечно, чем в России и в Москве. Там, как бы, устроен такой показательный оазис, видимо, того, о чем мечтают некоторые в России. Это оазис страха такого, когда люди боятся высказываться, когда боятся даже просто говорить с иностранцами. Я вот сейчас, дня два назад, по просьбе иностранных журналистов, своих приятелей просто, пробовал организовать в Крыму встречи иностранных корреспондентов с простыми людьми. И вот все отказались от этих встреч. И сейчас я разговариваю с моими товарищами, коллегами иностранными, которые находятся в Крыму. Они не могут ни с кем поговорить. То есть, простые люди, вы хотите сказать, не то, что сниматься. Обычные люди, простые, не хотят давать интервью? Да, конечно, да. Вы понимаете, Евгений, проблема даже не в том... Нет, журналисты разговаривают, там представители Меджилиса, которые могут проживать в Крыму, они разговаривают. А простые люди, вот именно самые простые люди, боятся не то, что давать интервью иностранному каналу. Они просто боятся даже встречаться с журналистами. Просто для разговора. Потому что вслед за этим, по их мнению, последует вызов ФСБ или там чего похуже. Но вот то, о чем Рифат Ага говорил только что, это я тоже в курсе этих событий. Я звонил в Крым, отпустили Наталью Кокорину, но, как бы, видимо, следственные действия какие-то будут продолжаться и в чем-то будут обвинять этих девушек. То есть, понимаете, положение абсолютного бесправия у любых людей, которые, как бы, ну, можно назвать это как угодно, но факт остается фактом, что не только крымские татары, но и журналисты любые, и правозащитники чувствуют себя, скажем так, в опасности. А простые люди просто боятся разговаривать. Айдер, простите, что перебью вас, а вот этот вот страх, о котором вы говорите, он может перерасти в недовольство, в массовое недовольство? Какие там настроения в целом? Вот вы только что там побывали, что вы можете сказать? Ну, понимаете, я дело в том, что общался в основном с крымскими татарами, я там был на, как бы, мероприятиях, связанных с татарскими делами, но у меня есть, конечно, знакомые и не татары в Крыму. И все, что говорят люди, которые даже далеки от политики, это что в Крыму стало значительно все тяжелее, допустим, заниматься бизнесом, да, очень в кругом проверяющие органы, все, силовики все проверяют, накладывают штрафы. Очень большие проблемы с такими мелочами, о которых при Украине даже речи быть не могло. У меня один знакомый сказал мне, что я думал, что Украина это государство такое довольно бюрократическое и коррумпированное. Но когда они увидели российские порядки там, да, конечно, Украина показалась совершенно свободной либеральной страной. Айдер, еще один вопрос, еще один вопрос, у нас не так много времени телемоста, а я не могу вас об этом не спросить. Сегодня чуть ли не одна из главных тем мировых средств массовой информации, это загадочное исчезновение Владимира Путина, которого уже там, по-моему, неделю не видно, и какие-то появляются сообщения на официальном сайте Кремля, что он с кем-то встречается, потом выясняется, что эти встречи были раньше, и их выкладывают в виде запись этих встреч вот сейчас, как бы для того, чтобы продемонстрировать, что президентам все в порядке, он там с кем-то встречается, что-то делает, а вроде как он непонятно где. Что вы об этом знаете? Ну, как я уже сказал, политика очень закрытая в России, и точно что-то утверждать невозможно, но, насколько я знаю, планы президентские сверстаны на выходные, на выходных у него будут встречи, вот, и вот сегодня мне звонили из нескольких даже стран, спрашивали, что происходит, а люди увидели информацию в интернете о том, что журналистов Кремлевского пула, им, значит, приказали сидеть на чеку быть и быть готовыми к каким-то срочным заявлениям. Ну, вот этого, конечно, ничего нет, и это странно было предположить, потому что, в общем-то, если нужно какое-то заявление сделать российской власти, она в любой момент соберет журналистов, для этого не нужно рассылать никакие циркуляры, чтобы кто-то сидел и ждал. Ну, вот. Я думаю, что, как бы, ну, нет, тут больше слухов, чем правды. Хорошо. Спасибо большое. Это был Айдер Муджабаев. Российский журналист Крымский Татарин на прямой связи с нами из Москвы. Я давно обещал дать слово Андрею Ермолаеву. Может быть, вы продолжите тему? Как вернуть Крым? Добрый вечер. Ну, я, учитывая, что я слушаю третью, уже или четвертую тему, то как-то хочется сразу обо всем. Ну, давайте, попробуйте. Я начну, наверное, с самого острого. Вот, коллеги вспомнили о самоубийствах политиков. Вы знаете, просто на политике... Это были политики. Это были рабы. На политиков больше внимания обращают, потому что это люди известные. А знаете ли вы реальную статистику суицидальности сейчас? Вот в своем время социологи проводили исследования после распада Советского Союза, обратили внимание на то, что в большинстве республик новообразованных, в том числе и, может быть, даже прежде всего в России, с собой уходили из жизни часто люди молодые, часто люди экономически активные. Почему? Потому что суицид – это нежелание жить и неспособность жить дальше. Сейчас с каждым днем количество людей, которые ходят после участия в конфликте, после разрушения бизнеса, все больше и больше, и об этом пишут СМИ. Поэтому о политиках мы знаем, мы знаем ли мы реальную картину и настроение людей. Вот эти настроения и есть оценка нынешнего положения вещей в стране, и оценка власти. И вопрос даже не в том, правильно ли выписаны реформы, провозначенные реформы. Проблема состоит в том, что человек уходит вовсе не потому, что мы тяжело, нам всегда бывает тяжело в разных ситуациях, мы учимся решать проблемы. Человек уходит тогда, когда он не слышит внятный ответ. За год от власти нет внятного ответа в проведении социально-экономического курса. Внятного, понятного, с ориентирами, целями, задачами. Когда говорят о реформах, прошу прощения, у меня дежавю, я помню еще шляхом радикальных реформ людей до Кучмы. Реформа – это инструмент достижения целей, и желательно не внешних. Поэтому первое и главное, итог, и ста дней, и года премьера Иценюка – отсутствие внятной социально-экономической политики. Реакция на это не только депрессия в стране, и не только суициды, и не только уровень доверия, но и реакция инвестора, которая говорит мой коллега. Второй момент. По поводу Крыма и по поводу Донбасса. Если говорить языком территории, я не знаю, нужна ли нам территория Крыма. А проблема в другом. Крым – это более двух миллионов наших соотечественников. И возвращение Крыма – это, по факту, возвращение людей в национальный проект. Их готовность, желание участвовать в обновленном украинском национальном проекте. И, на мой взгляд, кроме аннексии, кроме действительно репрессии, давления населения, испуганности населения, если второй фактор – крымчане сейчас с напряжением смотрят на то, что происходит в стране, на ситуации в Донбассе, Днепропетровске, кстати. Кстати, есть возможность проапеллировать на реакцию правоохранительных органов по поводу информации по Донбассе. На ситуацию в Киеве, на дерущийся парламент, на те проблемы, которые мы сейчас озвучим, включая тарифы и прочее. И я не думаю, что мы этим привлекаем. Ведь когда мы строим личные отношения с друзьями, близкими, разве мы говорим им о зарплатах, о ВВП? Мы демонстрируем отношения и говорим правильное слово. Чего не слышат сейчас крымчане? Чего не слышат наши соотечественники в Донбассе? Они не видят отношения и слова. У нас переговорный процесс с Крымом? Нет. У нас переговоры по Донбассу с донбассчанами? Нет. Даже сейчас, когда мы говорим о 100 днях, нас еще и месяц слышать. А они хотят слышать? Уверен, хотят. Сейчас у нас месяц, 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 два. Скажите, пожалуйста, ключевое положение, это протокольный документ комплекса заходов, политический диалог, где он? Почему молчит парламент? Где уполномоченных правительств по Донбассу включены в диалог? Где контакты с местами? Диалог с кем? Извините, Андрей, диалог с кем? Давайте будем говорить конкретно. Россия хочет диалог? Давайте говорить конкретно. В Минске подписан. Крыму сегодня только происходит этот диалог. Разрешите? Я хочу, чтобы вы очень четко скажите. Скажите, вы уберете, что Россия хочет диалога? Я вам очень четко скажу. Иди кричать. В Минске подписан протокол, пять подписей. Сделано устное заявление. И протокол, и заявление, поддержанное Советом Безопасности ООН. По тексту этих документов и заявлений, речь, ключевой момент, организация политического диалога и поддержка этого диалога с заявлением четырех лидеров. Скажите, кто подписал, кто стороны, вот эти стороны и обязаны были организовать дальнейший диалог? Парламент в стороне, правительство в стороне, что Леонид Кучма с нашими помощниками тоже справится с этим вопросом? Или, может быть, мы будем долго не признавать сепаратистов, переговорившись со стороны, до тех пор, пока не начнется весенняя кампания? А ведь проблема сегодняшнего дня, весенняя кампания. Слушайте, дайте вам власть, мы Арсенова с Константиновым готовы признать, это понимать. И подводя черту, вот суицидальность, тарифы, отсутствие экономической политики, отсутствие диалога с Крымом и Донбассом, это результат. И об этом люди думают. Разный Крым. Это Крым, это Ахтем Тейгос и другие крымские татары, которые сидят за стенках. Это Константинов и Ахтенов. Скажите, когда вы говорите о диалоге с Крымом, с кем вести диалог? Вы сейчас говорите как политика. Я говорю как человек, который участвовал в антикризисной группе и встречался. И с людьми, которые выходили из Ирландского кризиса, и с людьми, которые выходили из Ирландского кризиса. И вы знаете цену вопроса. Андрей, мы же с вами знаем. Крым не вернется на Женевскую конференцию. И все 8 назад вы делали стратегию для Крыма, и вы там вообще не видели целой категории людей, которые живут в Крыму. И вы сегодня мне будете говорить, что есть возможность... Андрей Васильевич, я внимательно выслушал, как вы мудро критиковали правительство Яценюка, власть Украины, которая пришла и столкнулась с воинской агрессией и так далее. А скажите, вы были согласны, видели вы что-то хорошее в 4-х годах работы произведительства Азарова и президента Януковича? Были ли вы согласны с той политикой, которая проводилась в нашем государстве те 4 года, и которую привели в конечный этот Майдан? Мне просто интересно. Хорошо. Если вы были не согласны, то почему вы 4 года по указу Виктора Януковича работали директором Национальной института стратегических исследований? Почему вы 4 года на этом важном посту не предусматривали угроз со стороны России? Почему вы не предупреждали о том, что все это может быть? Или вы работали с Януковичем, все было хорошо, а сейчас стало все плохо? Это просто факты вашей биографии. Но у вас один вопрос в пяти, отвечая. Если вы внимательно изучите документы института, в том числе послание 2011 года модернизации, лучший текст, на мой взгляд, даже по сравнению с вашими текстами реформы, это наш продукт. Если лично вам, я передам записки, которые готовились и по поводу угроз гражданского бунта, и по поводу кризиса и электрического режима, который в 2011 году, это была наша позиция. Что касается отношения, вы знаете, когда и почему я ушел? Это было заявление, связанное с событиями 16 января. А что касается ответственности, за моей спиной было 350 человек, больших умниц, которые сейчас увольняются, сокращаются, трансформируются. Сама власть уничтожает последний научный коллектив, который вообще занимался стратегией в этой стране. И это ответственность. Вы так нас занимались, чтобы довели страну, когда они... Послушайте меня, в этой стране последние аналитики независимых превращаются либо в феодально-зависимых, либо государствуются. Берите хотя бы этот институт. Это к вопросу его ответственности. А можно к Крыму вернуться? Да, давайте вот Константин Батовский дальше. Константин Батовский еще ни разу не говорил. И вот еще у нас молчит Тарас Черновол. Сегодня достаточно грустная ходовщина для всех дончан, потому что ровно год назад, 13 марта 2014 года, на Донбассе пролилась первая кровь. Это кровь, которую провела Россия, с которой и начался вот этот счетчик смертей, который мы наблюдаем. До сих пор был убит наш товарищ Дмитрий Чернявский. И сегодня в Киеве собрались на митинге на Майдане. И Алексей Рябчин и Антон Гераченко тоже были там. Дончане, которые выбрали Украину сердцем, которые выбрали Украину своим домом, для которых над Донбассом может треять только украинский флаг и никакой другой, которые очень хотят вернуться домой. У нас есть на самом деле, что сказать правительству по итогам 100 дней его работы. На примере тех событий, которые сейчас развиваются на Донбассе, на примере войны, становятся видны все остальные системные проблемы общества и государства. Например, вот в городе Мариуполе, который является городом прифронтовым, таким авангардом, собственно, никакого перемирия не наблюдается. И каждый день люди слышат залпы, стрельбы. И эти люди живут в состоянии войны. Для них война – это каждодневная реальность. И смерть – это тоже для них каждодневная реальность. Говорить этим людям о том, что идет мирный процесс и все налаживается, можно, но они, увы, этому не поверят. Потому что для этих людей сейчас важен конфликт не просто остановить, а сделать так, чтобы эта война не повторилась никогда снова. И вот именно эта цель, а не заморозка конфликта, на сегодняшний день должна стать в центре государственной политики. И мы хотим слышать от нашей страны, от государства именно этой позиции, что мы сделаем все, чтобы это не повторилось снова. Минская реальность, минские договоренности – это реальность, в которой мы живем сегодня. Это реальность терроризма, это реальность каждодневного насилия, это реальность экономического спада. И снова Мариуполь, город, который так уж исторически сложилось, контролируется тремя крупнейшими предприятиями, которые дают нам, создают рабочие места. Среди этих предприятий есть предприятие, которое называется «Азовмаш». Уже много лет оно находится в упадочном состоянии, и мариупольчане просят, умоляют государство вмешаться в судьбу этого предприятия. Это предприятие способно принимать оборонный заказ, это предприятие способно ремонтировать. А кто хозяин там, простите? Хозяином является государство плюс частные акционеры, которые находятся в Париже. Это наследники генерального директора Савчука, который скоропостижно скончался. Но, опять же, предприятие нуждается в национализации, в приходе государства. И мы очень ощущаем дефицит государственного внимания на Донбассе и к проблемам Донбасса. Следующий вопрос, допустим, с пропусками, который осложнил движение и сделал невозможным... Ведь по ком в первую очередь ударили пропуски? Они ударили по тем украинцам, которые лишились возможности уехать из Донбасса. Эти люди есть. Их много, их тысячи. Это наши братья, которые остались в оккупации. Лишать их шанса, лишать их последней связи с Украиной как минимум преступно. Сегодня, как вы знаете, на блокпостах процветает коррупция, об этом тоже надо говорить. Проезд стоит примерно полторы тысячи гривен. Если полторы... полторы тысячи гривен, это та, получается, цена, в которую государство оценивает жизнь своего гражданина. Этого быть не должно. Эта система должна быть остановлена. Нет ни одной логической причины после введения процедуры паспортного пограничного контроля вводить дополнительные пропуски. Это должно быть изменено. В городе Мариуполе базируется большой воинский контингент, достаточно большой, многотысячный. Но армия, к сожалению, не стала работодателем. Армия снабжается продуктами из Запорожья, в то время как Мариуполь, отрезанная от Донецка, который в юг области традиционно снабжает едой, остался без работы, без денег. И таким образом, прифронтовой город, который один на один борется с врагом, город, который лишен государственного внимания, город, после террористической атаки, на который 24 января, в результате которой погиб 31 гражданин Украины, не приехало ни одно высшее лицо государства. Сегодня мы просто хотим диалога с властью и хотим, чтобы наши проблемы решались. И как раз в этом диалоге мы видим главное достижение нашего развития. Потому что в честном, открытом общении и решении именно вот этих вот проблем Мариуполя проблемы не специфичные, а не страновые. Но их решение должно начаться с Востока. Извините, можно я вас попрошу в микрофон, потому что у меня рядом сидит гость, которого я хотел бы отдельно особо представить. Это Илья Глонти. Это молодой член команды Михаила Саакашвили, один из тех людей из Грузии, которые приехали в Украину для того, чтобы помогать Украине делать реформы. Вот у меня к вам, кстати, вопрос. А в каком качестве сразу? Ну, помогать надо, чтобы в разных качествах. В каком качестве сейчас Илья? Сейчас я в команде реформаторов в данный момент и работаем над реформой здравоохранения, реформой министерства юстиции. Но хотелось бы сказать пару слов, можно, да? Если у вас есть вопросы, я на отвечу. Нет, вопрос у меня есть. Вы можете, как говорится, знаете, есть такой принцип, можно на вопрос не отвечать, а говорить про то, про что вам сказать важно. Но, значит, вот к вопросу о том, что там очень многие люди, большинство из тех людей, скажем, которые отвечали на вопросы на нашем сайте, считают, что самый эффективный способ борьбы за Крым, возвращение Крыма, это успех реформ. Но, смотрите, в Грузии были успешные реформы команды Саакашвили. Но ведь они же не помогли вернуть Абхазию и Южную Осетию. Вот в этом и заключается, по-моему, самая главная ошибка, о которой я в этом диалоге уловил и знаю по опыту своей страны. Признавать второй стороной людей из Донбасса, начинать с ними переговоры, это самая большая ошибка, которую уже совершило грузинское правительство, которая начала переговоры с Осетией и Абхазией и получила еще на 30 километров границу, передвинутую в сторону Грузии. Вот это называется ошибкой. Потому что стороной конфликта является Российская Федерация. Не люди, которые на той стороне, это украинцы, которые действительно хотят мира и хотят жить в мирной, свободной, демократической Украине. А это Россия, которая финансирует конфликт, которая сама участвует в конфликте и которая разжигает его всеми возможными методами. Вот с того момента, как украинская сторона признает каких-то людей в Крыму, на Донбассе стороной конфликта, тогда вы получите еще... Я уточняю, вы имеете в виду не рядовых граждан, конечно, вы имеете, словно говоря, лидеров так называемых ДНР, ЛНР. Преступников Аксенова, Константинова и других мест. Крыму Аксенов, Константинов на Востоке, я не хочу перечислять эти фамилии, извините. Это преступники. Но как только начинается процесс того, что мы скажем, что Россия здесь ни при чем, они тут пришли, просто улаживают конфликт, мы будем на стороне России. Так задаемся вопросом, мы хотим быть на стороне России или на стороне Украины. Это что касается конфликта. Теперь я тоже абсолютно здесь согласен с одним мнением, которое было высказано, что единственное решение, которое действительно будет давать какие-то результаты, это полная конфронтация режима Путина и полное объединение и заставление... Подождите, в каком смысле конфронтация? Ну, война? Война? Нет, нет, на международном уровне. Можно я закончу? Я уточняю, простите. На международном уровне полное. И нужно над этим работать. Я вам просто еще раз пример привожу. Грузия, почему мы говорим, что сегодня у Грузии и Украины одна судьба? Потому что мы уже прошли тот путь, когда у нас просто взяли и отменяли территорию. Да, у нас были реформы, но реформы не заставят Путина думать по-другому. В этом весь смысл. А теперь, что касается конфронтации, как нужно работать? Надо каждый день работать с западными партнерами. Каждый день нужно скучаться в двери европейских посольств, европейских государств, в штаб-квартиру НАТО. И нужно биться головой за то, чтобы те территории вернулись за саму Украину. И нужно биться за то, чтобы Путин проиграл эту игру. Как и с Грузией, так и с Украиной. И как только в обществе появляются настроения, которые хоть немножко, говорят, поставят под вопросом европейское будущее Украины или НАТО, тогда появляется и шанс потерять навсегда эти регионы. Вот, на моем мнении, насчет конфликта. Ну вот, Илья, по поводу Крыма, если возвращаться к Крыму, вот Оксана просила, чтобы мы к этой теме все-таки вернулись. Ну вот, как действовать? Это не к вам, это ко всем вопросам. Вот как действуют, например, поставки воды, поставки электроэнергии, транспортное сообщение, полная блокада Крыма? Или все-таки какое-то другое решение? Как вы считаете, господа? Антон, вы что скажете? Я хочу сказать, что моему грузинскому коллеге, что вы не обращайте внимания, пожалуйста, на тех выступающих, которые здесь говорят, что нужно говорить с Донбассом. Они на самом деле все знают, как есть на самом деле, что с Донбассом надо воевать, просто такая у них обязанность на сегодняшний вечер. К сожалению, у нас, как и Грузия, есть пятая колонна, которая работает на Россию. В Верховной Раде, по глубокому убеждению, представляет партия «Оппозиционный блок» и ряд отдельных депутатов, которые делают все, чтобы критиковать действующую власть и сделать все для того, чтобы Украина оставалась дальше в поле России. Но мы этого сделать не дадим. Что касается ситуации с Крым и с Донбассом. Вот мне здесь говорят, что не надо ничего никому вспоминать, не надо мстить и так далее, и так далее. Вот Александр Петлушенко застрелился, потому что шел в суду, потому что он разгонял людей и собирал тетушек. Я вот, знаете, посмотрел, как тетушек разгоняли в Одессе. Вот он фотографии с митинга. А вот господин Скорик был губернатором Одессы, назначенным Януковичем в тот момент. Вот украинский флаг, разбитый, брошенный в феврале прошлого года. Я поинтересуюсь, как идут расследования по Одессе в отношении того, кто организовал тетушать и там, кто там скупал людей и заставлял их бить палками мирных митингующих. Поэтому я хочу сказать, что наоборот, мы должны понимать, что никто не забыт и ничто не забыто. И поэтому наказание должно быть все, что в сайтах стабили. Я думаю, что мы видим, как нынешняя власть собирается реагировать на критику в свой адрес. Я оценил ваш пассаж, господин Герасченко. Я хотел напомнить, если вы уже коснулись Одессы, если вы совершенно, как мне кажется, не к месту. И действительно, мы обсуждали совершенно более глобальные вещи. Но в Одессе, кроме тех событий, о которых вы упомянули, случилось событие 2 мая. И мы вместе с депутатом Александром Вилкулом обратились ко всем фракциям парламента с просьбой возобновить работу Следственной комиссии по событиям 2 мая. И ни одна из фракций большинства не дала своих представителей в эту комиссию. И опять же, вы так пользуетесь интернетом, я тоже умею им пользоваться. И опять же, в этом интернете можно прочитать, что очень многие интернет-издания связывают события 2 мая с представителями именно вашей политической силы. И там погибло огромное количество людей, за которые нужно будет, за их смерти нужно будет отвечать. Поэтому я действительно, мне кажется, что сегодня, опять же, наш диалог идет немножко в другую сторону. Вот мы с господином Чубаровым, мне посчастливилось, я не крымчанин, но я с господином Чубаровым работал 3 года в качестве министра финансов Автономной Республики Крым. Господин Чубаров когда был членом парламента Автономной Республики Крым. И для меня, как для любого гражданина Украины, Автономная Республика Крым никак по-другому звучать не может. Я думаю, что для любого гражданина Украины то, что произошло с Крымом, это боль. Но опять же, нужно вспомнить о том, благодаря кому мы потеряли Крым. И те люди, которые на сегодняшний день отвечают за национальную безопасность и оборону, эти же люди здобули перемогу Крыма в прошлом году. Поэтому я думаю, что нам нужно... Господи, продолжим после рекламы. Господи, продолжим следующую часть программы. Извините. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще раз спасибо за аплодисменты. Программа «Черное зеркало» переходит к заключительной части сегодняшнего выпуска. Перед рекламной паузой мы говорили о Крыме. Я задал вопрос все-таки, как быть с Крымом с точки зрения тех сохраняющихся инфраструктурных, экономических связей. Нужна ли полная блокада или нет? Или все-таки как-то эту проблему надо по-другому решать? Вот я, кстати, вспоминаю, поправьте меня, господин Чубаров, если я не прав. Вот вы с Мустафой Джамилевым, если мне память не изменяет, по-разному высказывались на эту тему. Сравнительно недавно такая невольная полемика между вами возникла. Я сказал бы, что есть некоторое, может быть, отличие не по сути, а в подходах. Когда мы говорим о том, как нам возвратить Крым, мы должны действительно брать во внимание все факторы. Кстати, я всем советую прочитать сегодняшнее интервью. Помните, был такой адмирал и есть Касатонов в подставке. РИА Новосе сегодня дало, с моей точки зрения, совершенно объективную оценку, почему Крым был захвачен Россией в изложении Касатонова. Он сказал о том, что Черноморский флот, его наличие, позволило нам осуществить возвращение, как он считает, на оккупацию Крыма. Я сейчас просто не хочу вспоминать 2010 год, Харьковские соглашения. Дело не в этом. Теперь то, что по сегодняшней политике. Конечно, правительство Яценюка есть за что критиковать, особенно в части отсутствия системной политики по отношению к оккупированному Крыму и тем территориям Донецка и Луганска, которые нами не контролируются. Мы должны в первую очередь думать о безопасности людей, которые находятся на той территории, где мы не можем осуществлять свой суверенитет. Поэтому все то, что мы бы не предпринимали, в том числе и в вопросах блокады или не блокады, мы должны оценивать через призму положения тех людей. И вот наше предложение, предложение Мустафы Джемилева, это полная блокада, и он при этом обирается действительно на наличие достаточного количества таких пожеланий, которые раздаются из Крыма. Подход очень простой. Мы потерпим, но те, кто сюда пришел, они не смогут отвечать своими обязательствами перед тем, кого они обманули, кого они вовлекли под свои знамена. И пусть они решают проблему Крыма. Мой подход заключается в том, что мы должны все взаимоотношения с Крымом осуществлять через призму соблюдения прав человека в Крыму. Вопросы, проблемы, интересы бизнеса должны быть как минимум на третьем, на четвертом, на пятом месте. Сегодня у нас доминанта интересов бизнеса в вопросах взаимоотношений с Крымом. Я так догадываюсь, что и в вопросах, наверное, с теми территориями Луганска и Донецка. Я завершаю. Я думаю, что все эти вопросы, насколько эффективными будет тотальная блокада, частичная блокада, блокада этапная, временная. Это все необходимо, это возможно было бы все разработать, если бы мы имели бы цельную государственную стратегию возвращения Крыма и контроля на тех территориях. Поэтому, с моей точки зрения, если вы хотите от меня услышать критику в адрес правительства, то я хотел бы сказать, что... Я хотел бы сказать, что нефункционирование службы по вопросам оккупированной и автономной республики Крым-Севастополя, а теперь додаются еще и Донецк, и в некоторых областях. Вот это нам, с моей точки зрения, главная прогалина или неэффективность в этом аспекте. Аспекте забезпечения нашим гражданам их прав в таком мере, в котором мы способны, хоть и что не повернули эту территорию. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, коллеги, карастор нового. Дуже коротко, я отштовхнусь от Крыма, но я думаю, что присутствие тут Рифа Тага, может быть, нам всем больше помовчать и послушать, но очень коротко. Первое. По таких инфраструктурных вещах, которые связаны на жизнедеятельность Крыма, я думаю, просто треба элементарно вести переговори с теми, с кем треба вести переговори. Есть Крым, есть Крым украинский, есть те, кто не сгадали. Это крымские татари и законный орган Меджелиз, правильный Меджелиз, а не те фальшивки, которые сейчас пробуют делать там. Есть те представители Крыма, которым довелося Крым покинути, потому что их там переследуют. С ними нужно проводить консультации на уровне РНБО, выработать эту программу, каким образом это может впинуть или не впинуть, который может дать результат, и тогда телесную программу запускать. Но это только вопросы сейчас тактические, как нам сейчас связывать с той ситуацией, которая в Крыму, когда Крым окупованный. Повернение Крыма. Но подождите, а есть же там и граждане украиноязычные, русскоязычные, которые не хотят становиться подданными Российской Федерации. Я имею на увазе, что безусловно с усима не вдастся провести переговоры, но эти люди так или иначе, их позиции, они очень хорошо понимают. Есть такая наука, как социология, которая очень четко дает не только социологические опитывания, а очень четко дает разрезы населения и показывает приблизные, суммарные взгляды и выразников. Выразники тех же самых украинских и российском языковых граждан, у них значительная часть, их активнейшие, пассионарнейшие, давно на территории Украины, потому что там их бы преследовали, убили бы, посадили бы. Поэтому есть возможность вырухать, с кем можно вести переговоры. И именно с такими людьми нужно было, если переговоры в Донбассе, нужно было не с какими-то там сепаратистами, а шукать тех, кто поддерживал Украину, но имели свою позицию по Донецку, по Луганску. Но не поддерживали того. И это правильный выход. Но я хочу вернуться до другого. Повернение Крима и трошечки ширше наши проблемы в контексте, въедет из России и всего, что происходит в середине и зону страны. Знаете, очевидно, что реформи нужно делать, но реформи нам будут нужны для дальней реинтеграции, чтобы им захотелось жить с нами хорошо, но никакого влияния наши успешные реформи, сегодняшние, на то, что повернутся Крим, или не повернутся, ничего не дадут. А что может дать? А давайте тут, мы привыкли, все, что делается в Украине, за принципом все плохо, нас сдали, нас предали, нас злили и все еще. Вот эта Иларионовщина, которая навязывается на каждом укроце, от нее нужно прощаться. От нее нужно прощаться. Давайте подивимся и оценим. А у нас делаются правильные и мудрые кроки. Повернение Криму зависит от чего? Только тогда, когда Россия будет настолько слаба, что она не может держать Крим, когда она начинает сипаться, або она будет мучена. Кто-то, кто будет после Путяна, я очень надеюсь, что очень скоро кто-то будет после Путяна, может быть поставлено в такие условия, когда ему доведется... Глядишь, там кто-нибудь будет гораздо хуже, чем Путяна. Может быть, но я думаю, что он будет в тех условиях, в которых ему доведется договориться с теми, кто будут готовы гарантировать целесность России. Давайте понимаем. Я думаю, что тут в Украине, может быть, очень много людей, которые бы хотели, чтобы Россия рассыпалась, я первый из них. Но есть Америка, есть Европа, которая будет все делать, чтобы Россия не разделилась на тысячи удельных княжеств, которые будут между собой воювать, при том, что имеют ядерную оружие. Им доведется тому, кто будет после Путяна, искать там разговоры, и нам нужно поставить с боку Украины и наших захидных партнеров, с которыми эти лидеры новой России будут вести переговоры, и российских, тих новых властей России поставить в умовы, когда им доведется попрощаться с войной на Донбассе, когда им доведется попрощаться с Крымом, и самим доведется это инициировать. Потому что с оружием мы действительно Крым не повернем. Мы уже виждали на начале 2014 года, мы виждали, пока не втратили Крым, и мы виждали, пока не втратили полностью, не частично, полностью Уганск-Донецковой. Згадайте, где уже были? Мариуполь уже был сдан, остался в Донецке Добропольский район и в певне Чуганщины. Все, это мы виждали. Активные действия. И давайте поднимемся, а что, они не происходят? А поддержка, которую мы не имели все лето, и всю весну, и большую часть осенью, а она сейчас есть, она сейчас есть. А то, что Россию умисно, все старались говорить, что угодно, только не слово «россия» и «резер». Извините, очень долго мысль ваша понятна. Оксана Продан хотела вам апелировать. Нет, я хочу продолжить. А может, я остальное, то есть иншее, только закончу. Только очень кратко, пожалуйста. Так вот, это относится Крыму, это относится к России, но и в всех наших внутренних проблемах, которые мы делаем, давайте понимаем, у нас не зацикливается все в середине Украины. Есть добрые кроки сегодня президента, есть то, что не допустил он того, до чего штовхали, противостояния президента, премьера за представителем Тимошенко-Ющенко. И та поддержка, и те речи, которые делаются по Международному валютному фонду, по добиванию Обамы через все канали, чтобы оружие в Украине дали, чтобы Украина стала сильнейшим, они дают свой эффект. Просто я одну хотел фразу, за эту останнюю сказать, давайте не впадать в Беларьонівщину. Мы еще ничего не втратили. Больше того, мы поступово крок за кроком відновляем плазидарми. И у меня такие ощущения, я очень люблю с Другое светое войны параллели, а в Сталинград мы все-таки уже проминули. Мы уже дальше. Мы сейчас на меже Курську и другие. Вот это наша позиция. Сегодня на стороне Украины, с Украиной против России, потому что на самом деле это происходит конфликт Украины и России, весь мир, и я просто продолжу. И хочу сказать, что для того, чтобы мир нас поддерживал, нам на самом деле надо самим не только требовать санкции, но самим вести себя соответствующе. И если мы говорим о Крыме, я хочу напомнить, в прошлом созыве, в седьмом созыве Верховного Совета был принят закон о свободной экономической зоне Крыма. Закон, за который не голосовала тогда только единственная фракция «Удар». Тогда проголосовали за него все. И регионалы, и неорегионалы все. Что мы сделали? На сегодняшний момент между Украиной и Крымом, вот этой частью, которая сегодня оккупирована Россией, свободный товаропоток. И у меня вопрос, с каким лицом сегодня Украина выходит в мировое сообщество и говорит, вы блокируете Крым, вы блокируете Россию, помогите нам, но мы будем с Крымом торговать без каких-либо ограничений. Я абсолютно уверена, что нам необходимо пересматривать этот закон. И может быть, так как говорит Рифат Ага, в связи с правами человека или с каким-то ограниченным видом товаров, но мы обязаны ограничивать вот этот доступ товаров с территории Украины на содержание оккупантов. В теории это может быть хорошо и правильно, но мы живем в рыночном обществе, понимаете, есть такое понятие, как глобализация сегодня. Мы потоки не перекроем. Знаете, они будут контрабандой идти. А как они перекрыли потоки жилья и людей? Во-вторых, там наши граждане, мы вернем этот Крым. Мы должны... Нет, но они наши люди там, понимаете, мы вернем. То, что сделал Путин с Крымом, так, это глубочайшее, жесточайшее, и дурацкое преступление, ошибка, глупость. Я не знаю, как это можно назвать. Мы же теперь знаем, что это решалось все на импульсе, так сказать, непродуманно, без какой-то стратегии. И это возвращение в 19 век, когда территории присоединяют. Сейчас же никто не делает. Не нужны территории, нужно влияние. Между прочим, сейчас по российским каналам гоняют ролик, фильм, который будет на днях суть всего показан, где Путин, по сути дела, признается, берет на себя, в нашем понимании, вину, а так он, бравируя этим, говорит, что там утром, рано утром 23 числа, он вызвал к себе силовиков всех и сказал, что все, начинаем операцию по возвращению Крыма, то есть по аннексии Крыма. И смотрите, и все молчат. Я имею в виду там, на западе. Но время работает не на Россию, а работает на Украину. Поэтому мы вернем Крым. Но я хотел вот сказать не столько о Крыме сейчас, а вообще о нас. Потому что все будет зависеть от привлекательности Украины, привлекательности образа Украины. Поэтому я хочу вот сказать, потому что у нас разные бывают мнения. Мы ошибаемся, кто-то ошибается, кто-то нет. Но врагов нет у нас здесь. Поэтому, если мы будем, если мы хотим выиграть войну с Путиным, если мы хотим выиграть свое будущее, выиграть Крым в будущем, мы должны быть едиными. Понимаете, мы искать врагов нужно, но не увлекаться этим. Так? Мы должны объединяться. Потому что, если мы будем сильными, будем едиными, если мы не будем тут начинать холодную гражданскую войну, холодную гражданскую войну, обвиняя друг друга в чем-то, так? В обвинительном уклоне. Мы тогда проиграем. Если мы сохраним право, демократические права и свободы. Кстати, крымчане, они до сих пор вспоминают с ностальгией, вот как в Украине они жили. Были демократические права и свободы. Они не боялись. Никакого ФСБ. Не было чувства страха. Украина была... Да, они, может быть, недооценивали Украину. Чем-то были недовольны. Но сейчас они понимают, что они потеряли. Они потеряли путь Европы. Поэтому, еще раз говорю, еще раз. Нам нужна консолидация. Нам нужно единство. Нам нужно очищение, безусловно. Так? Но только так мы сможем быть сильными и выиграть войну Путина. Это война длительная. Это же не значит, что это горячая война. Это война информационная, идеологическая, экономическая война. Экономическая война. И тогда Крым и Путь. Мы получим его обратно. Спасибо. Я прошу прощения. Вот там сидит Егор Фирсов, терпеливо, можно сказать, на шкамейке штрафников он у нас остался. Я не могу вам не дать слова еще раз. Пожалуйста, Егор. Спасибо, Евгений. Вы знаете, я бы хотел высказаться больше, наверное, как коренной дончанин в этом отношении и возвратиться, в первую очередь, к вопросу, как вернуть Крым. Так вот, я на 100% убежден, что Крым можно вернуть только в отношении контрастов. Когда в Украине будут лучше дороги, когда в Украине будет лучше образование, когда в Украине будет лучше система ЖКХ. И, знаете, тут нужно сказать, что не только в отношении органов государственной власти зависят реформы, а от местных органов власти. У меня, например, возникает вопрос, почему на уровне Киева Кличко четко заявляет о том, что будет делать все для того, чтобы квартплата не повышалась, но в ряде других городов Донецкой области квартплата повышается в несколько раз. Почему, например, тот же Киев выделяет сейчас несколько миллионов на реформу ЖКХ, где будет ставить счетчики и утеплять дома. А в Донецке в этом отношении, в Донецкой области, я имею в виду, не на оккупированных территориях, совершенно ничего не делается. Поэтому только реформы и единый фронт реформ. И в отношении Донецка нужны делать срочно перевыборы, поскольку там сплошь и рядом находятся сепаратисты, которые являются, по сути, предателями Украины и общими пособниками... Но там добрые половины этих самых... Они не предатели, они просто вообще с другой стороны пришли. Нет, я сейчас говорю о той территории, которая под Украиной. Я сейчас говорю о Красноармейске, я сейчас говорю о Доброполе, я сейчас говорю о Дружковке. Поэтому реформа, которая будет захватывать общий фронт власти, не только правительства, не только президента, а реформа местного самоуправления, это ключевое звено к успеху Украины. По поводу реформы и моей первой реплики об экономической политике. Если не будет сформулирована новая экономическая политика, в основе которой реиндустриализация, новое устройство страны с новыми регионами, организован новый конституционный процесс, возвращающий доверие людей к собственному государству, к которому они не верят, формированы институты коммунальной экономики, и созданы ориентиры для обеспечения сектора безопасности не с точки зрения количества, прошу прощения, и миллиардов на старые БТРы, а модели профессиональной армии, никакого образца Донбассу вы не дадите. Более того, не вести в себя иллюзии. Что касается и Крыма, и Донбасса, есть еще геополитические уровни, к которым мы стыдливо молчим. Грузинский пример плох, вас сдал Запад. И есть риск, что Крым, к сожалению, тоже часть размена. Поэтому, на самом деле, ваше объединение в пятой колонии, я бы обернул в обратное. Часто правильными словами говорят ложные вещи. Грош цена спецслужбам Украины, что они за год проиграли ФСБ. Проиграли на старте режиме Януковича. Но почему за год проиграли? Может быть, на самом деле. Потому что когда вы возглавляли в сфере статистических исследований, вам надо было советовать Януковичу убрать с поста гражданина России Якиминка, с поста главы СБУ. Вам надо было советовать гнать в шею министров Ленин и Деван. Давайте мы убрали здесь разное персональное дело господина Ермолаевна. А сейчас вы тут умничаете. Мне хочется сказать одну вещь. Обязательно просто нужно сказать насчет предательства Запада. Я не успел только сказать, что такие речи, они провокационны как раз по отношению к Украине, как только вы начали об этом говорить. Если честно, как огромного болельщика... Молчали, а Запад съел Крым. Как огромного болельщика Украины, и в том числе со своей страны тоже, я хочу вам сказать, Запад никогда не сдавал ни Грузию, ни Украину. К сожалению, политика, она зависит от персоналей, которые сейчас представлены в Европе, в том числе в Германии, и в Соединенных Штатах Америки. И не надо путать предательство с политикой, которую какие-то лидеры считают правильно вести против России. И как только мы говорим о том, что нас предал... Но достаточной жесткости все-таки Запад тогда, в 2008 году, не проявил. Согласитесь, Илья? Я, естественно, достаточно жестко... Если сравнивать с тем, как ведет себя сейчас та же Меркель, тот же Оланд... Если бы не европейские лидеры, война не закончилась бы там, где она закончилась. Не было бы мира, который как раз-таки заслугой европейских и американских лидеров произошел в тот момент в Грузии. И говорить о предательстве Западом Грузии, это как минимум влево. Вы знаете... Если мне куда-нибудь... Да, я хочу... Я хочу... Я хочу буквально поддержать Фирсова в том, что контрасты это большой плюс. Просто еще раз призвать вас всех. Не абсолютизируйте один из факторов. Это комплекс факторов. И еще раз послушайте то, что говорил Тарас Черновол и то, что говорит Илья. Ослабление России это может быть один из наиглавных факторов для того, чтобы нам возвратить территорию, для того, чтобы нам прекратить вмешательство в внутриукраинские дела. Третий момент. Категорически не согласен с господином Ермолаевым. Позиция Запада в феврале-марте 2014 года. Позиция Запада сейчас в отношении Украины. Это совершенно две разные вещи. Но! Настолько же мы внутри меняемся. И поэтому я хотел бы просто возможно бы всех нас подумать о том, чтобы определенные политические силы теперь внутри Украины окрепли. У нас все-таки демократия по сравнению с тем, что Россия. И теперь внутри мы есть некоторые из политических сил, в том числе парламенты, которые все делают для того, чтобы вывести Россию из вот этого определения, кто есть стороны. И сегодня давайте, хотя бы мы четко бы одно сделали бы. Оппозиционный блок парламента, вместе со всеми другими фракциями. У нас есть один противник, это Путин. У нас есть одна страна, которая напала на нас, это Россия. И вот эта позиция, это позиция, и последняя, и последняя. Слушайте, мы же все хорошо знаем в этом глобальном мире, Вадим, как делается торговля. Есть конкретные люди в украинской стороне, вы можете назвать их фамилии, вы их хорошо знаете, которые поставляют туда товары. Есть конкретные люди, включая крымских бандитов, которые на той стороне товар принимают. Ахтем Чайгос, Кокорина, Андреевская, убитые решатом, нетом расследования. Все сегодня надо некоторым депутатам, которые есть в парламенте, которые туда сотнями форм направляют, и сказать этому гоблину, другим, освободи ребят, получишь продукты. Вот эта взаимосвязь с правами человека. Нам надо это делать. Рихольд Агаппортович, для этого надо с ними говорить. Для этого надо с ними... Я думаю, что скоро будем говорить, потому что, если так дальше будет Крыму, понимаете? Я понимаю, что легко говорить о территории, я даже себя ловлю, когда ребята говорят о Донецке и Луганске, я как-то немножко свою отвлеченность ловлю. Вот точно так же многие из вас отвлеченно рассуждают о Крыме. Мы не оставили территорию. Мы там оставили людей, которые до конца верили в это государство, но в этом государстве очень многие политики... АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотел бы вас побежать, потому что действительно тезис, когда говорить не о территории, а о людях, это действительно великий тезис. Если бы мы говорили в Донецке и Луганске о людях, а не территории, то этот пропускной режим был бы уведомительный, если он так действительно нужен, и он бы был удобный для людей, а не для тех людей, которые проверяют эту территорию. Я с вами абсолютно согласен. По поводу международной поддержки. Если год назад приезжали журналисты, эксперты в Донецк, и они сомневались еще, что тут происходит, сейчас, когда ты едешь на Запад, однозначно на уровне политиков, даже те, которые подыграют Россию, они понимают, кто здесь главная сторона конфликта. Используется термин аннексия Крыма. Везде этот термин используется, здесь нет никаких проблем. И касаемо тех людей, с которыми нужно вести переговоры. Согласно Минским соглашениям, у нас на территории так называемых ЛНР и ДНР должны быть выборы. Так вот, я требую, чтобы в этих выборах могли принять участие те люди, те украинцы, которые сейчас находятся в Киеве, во Львове, в Одессе, те переселенцы, у которых есть в Украинском парке, в Донецкой Луганской области не просто принимали участие в этих выборах голосованием, а принимали участие как депутаты, как представители власти. И тогда пропорция тех людей, которые... в парламентах Донецка и Луганская область, и тогда это будет законно избранное. Мы можем это делать. Три месяца я и вам говорю, создайте совет по Донбассу в составе выходцев из Донбасса. Создайте профильный комитет по Донбассу, создайте переговорный формат. Я слышу, Бог знает что, уважаемого человека, в отношении Путина, в отношении Путина, российская модель, действительно, модель авторитарная, склонная потихоньку к тоталитаризму. Проблема в чем? Они уверены, что они сработают в глобальном пенсии. Мы должны понимать, что игра, связанная с противостоянием в СССР, является частью большого сценария. Украину толкают на эту войну. Украина должна быть умнее и гибче. Вы должны это просто понимать. Посчитайте потерей. Сергей, Сергей, Сергей. Знаете, я в течение часа, господин Лермала, разрешите, я в течение часа несвойственной себе как сказать, умеренности. Терпел. Да, мы заметили. Спасибо. Мы заметили. Наблюдал за дискуссией. И ждал, на самом деле, а кто же все-таки по-мужски или с необходимой ответственностью встанет и скажет самое главное. Только капля. А самое главное заключается в том, что в период, когда произошел этот отжим геополитический Крыма, я был секретарем комитета по вопросам национальной безопасности. И я помню эти 50 или 60 заседаний комитета, наши рекомендации, требования, когда мы буквально заставляли Литвина идти и что-то сделать с Турчиновым, чтобы были предприняты какие-то шаги, и Украина проявила международную, внешнеполитическую и военную жесткость. Слушай, я отвечу, ребят. Я никому не дам сказать. Я прошу послушать. Обязательно, Атон. Только вот вы... Вы очень опытный человек. Вы 5 лет работали руководителем районной администрации при Ющенке. Я не скажу, я помню. Я анализировал специально. Интересно было, что вы там добились. Очень много интересного почитал. Знаете, нам надо иллюстрацию чиновников Ющенко тоже проводить. Да. Так вот, я не перестаю всегда делать акцент. Мы вернем Крым. И мы проведем уникальные реформы. И это сделает новая генерация украинских политиков. А не те, кто привел к тому, что Крым потеряли. И я уверен, что за это необходимо нести криминальную ответственность. И я зарегистрировал. Проект постановления в Верховном Совете Украины. Постановление о создании Следственной комиссии. Если мы не дадим ответа на вопросы, кто виноват в прихватизации. Если мы не дадим ответа на вопросы и не посадим виноватых. Кто виноват в том, что пропали вклады. Кто виноват в том, что разрушено государство. Кто довел до персонально, до той трагедии и дефолтов, в которой сегодня находится наша страна. И если мы одним из вопросов не будем ставить вопрос об ответственности за... Дефолта нет. за то, что... Политический дефолт. За то, что... Ответственность за то, что был потерян Крым и потом потерян Донбасс, с этой страной ничего путнего не будет. Я скажу... Буквально... Я скажу... С этой страной не будет только, знаете, когда? Когда тут будет только виноват. Кто виноват? А что делать? Я в чем согласен всегда оппонирующий мне Герасенков? Виноват. Все время виноват. 20 лет до последнего главы сельсовета должен сидеть в кюраге за преступление противника. Дефолта нет. Дефолта нет. Это нормальная докладка. Только как... Политики довели страну, а сидеть должны просто люди. из нашей коалиции, из блока Порошенко, господин Каплер всегда критикуют власть, что я ему всегда говорю, может, надо перейти в оппозиционный блок. Сегодня я хочу сказать следующее. Сейчас мы слышали пример прекрасной манипуляции общественным мнением. Когда победил Майдан, страна лежала в руинах. Армия была разворована. Не было никакого необходимого запаса ни психологического, ни материального бороться с Россией. Я хочу напомнить всем здесь присутствующим. Вы в виде национальной безопасности все вооружены делали в выборный штамп отдельного кандидата в президенты. Не надо кричать, я буду кричать в города или звена. Вы не пускали сюда меня. Вы не пускали сюда никого. Вы устроили герпо-литики между странами. Вас сейчас не кто-то слышит. Вы понимаете? Вы думали, что вы должны сделать президентом своего человека. Они не знают моего государства. Что есть такое понятие уставка рульной службы. Если кто-то лезет через забор военной части, говорят, стой, стрелять буду. Если он прилезает дальше, в него стреляют. Так вот, в Крыму. Несмотря на письменные приказы стрелять Верховного Ломоклада, еще на тот момент Турчинова, никто не выполнял этот устав и не выстрелил ни разу. Антон, я в этом режиме прожил зло года. Каждый день допроводились заседания. Мы говорили, что нужно делать. На мгнили. Мы говорили, что нужно сегодня заниматься внешней политикой. украинские посольства. И когда вы все же это будет война. Мы говорили о том, что Донбасс будет следующим. Вот тогда честные экипсеры в правильном пальце. Немного ничего не делают. Сказать верный солдатам стрелять. Если вы не надо заниматься популизмом и рассказывать сказки, Крым потерял фашистские Турчины на стену. Друзья, у вас нет милости сказать о том, что вы не можете. Друзья, зима и зона, есть история, есть история, посередине, хочется делать ставки, сока, вот и не трясите. Отключимый приказ. Секундочку. Друзья, мы будем вынесены прибыль из программ. А приказ уже не надо. Это не самое местное, они должны учиться. Друзья, пожалуйста, у вас, ваше слово надо, сейчас не вся страна. Вы знаете, что я сейчас говорю правду о том, что угрожали убийцам, когда будет сидеть хоть один ответа за то, что разрушено государство, за то, что потерян Донбасс, за то, что потерян Крым, за то, что это нужно для того, за то, что тарифы, такие, которые человек не может добавить, даже если я не могу, не могу закладывать свои квартиры, для того, чтобы тарифы платить. О чем вы говорите? Задовы, губернаторы, олигархи, вы кричите громче, истребите громче, олигархи, финансисты, компанию Яценюка, и так далее. Ваше привлечение по уголовной ответственности. Поэтому кричите громче, понимаете? Вы сами знаете, за что. Антон, ты меня не пугай. Я готовлю себе, сколько нужно ради украинского народа. Здесь бы было справедливое справедливость. Это мы трагедливое вопрос. Черт возьми. Вы сказали важную вещь. Я просто хотел уточнить. Был приказ стрелять? Ты понимаешь, он уже меня пугает по уголовной ответственности. Господа, это важная вещь. Ты сейчас говоришь Антон Герасченко. Тогда, год назад, был приказ тогдашнего верховного главнокомандующего. А от какого числа? От какого числа? Его не выполнила ни одна воинская часть. Нет, от какого числа? 23 февраля, 22 февраля. Его не выполняли, потому что выполнять было некому. Вы никогда не задумывались над тем, что 27-го числа, когда в 4 утра, как пишет Касатонов, это были невежливые человеки, это были спецподразделения Черноморского плота, когда они вошли в Совмин и Верховный Совет. Вы не подумали о том, что у нас есть еще одна веть, не военная? Это исполнительная власть. Во главе с премьер-министром Крыма, и во главе с главами администрации, и этих администраторов, всех этих расставляли, вы понимаете, кто. Не было даже подписки. Господа, простите, ради бога, наш режиссер дает сигнал, что нам надо, к сожалению, заканчивать. Время подошло к концу. Я надеюсь, что не последний раз мы в этой студии разговариваем. Все участники сегодняшней дискуссии порой... Если он будет всех не посадить. Порой, порой очень такой горячий, все равно здесь всегда, как говорится, welcome. Встретимся через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...